Глава шестнадцатая. Гимназия Майя. Преподавательский состав. Период в пять лет между осенью 1885 и весной 90 года проходит у меня под знаком частной гимназии Майя. Средняя школа Карла Ивановича Майя 1820-1895 была одним из лучших частных средних учебных заведений Петербурга. Ее основатель ставил целью применение учений Пестолоцци, Дистервега и Фребеля в педагогической практике. Первоначально, 1857 год, школа была открыта как реальное училище. С 1862 года было добавлено коммерческое отделение, закрыто в 1906 году. А с 1865 года гимназическое отделение с полным курсом древних языков, которому в 1882 году были присвоены права правительственных гимназий. Преподавание велось на русском и немецком языках, так как около половины учащихся были немцами, также французы и англичане. А в самом составе предметов ощущался определенный художественный уклон. Во всех классах преподавалось рисование, существовали, кроме того, вечерние классы рисования. Преподавалась история искусств. Ученики совершали экскурсии в музеи, эрмитаж, училище Штиглица, Академии художеств. И посещали под руководством преподавателей выставки. Из клана Бенуа в гимназии Мая учились, кроме Александра Николаевича, Альберт Николаевич, Николай Альбертович, Николай Леонтьевич, Юлий Юльевич и Карл Бенуа. В годы учения Александра Бенуа школа Мая помещалась на 10-й линии Васильевского острова, в доме номер 13. Смотрите книгу «1856-1906. Пятидесятилетие школы Мая. Санкт-Петербург, 1907 год». Не то, чтобы эта школа поглощала все мое время, все мои думы и чувства, но все же мое общественное положение означалось словами «ученик майской гимназии». А затем, хотя я и учился с переменными успехами, однако все же здесь я получил те более или менее прочные основы, на которых затем построилась моя образованность. Наконец, в гимназии Мая я приобрел тех друзей, которые остались моими верными спутниками в течение значительной части жизни, из которыми мне удалось создать многое, что позволяет и их, и меня причислить к деятелям культуры. Наконец, я сохранил совершенно особые воспоминания о гимназии Мая, род сердечной благодарности. А это что-нибудь да значит. Я уже рассказал, как весной 1885 года я не был допущен к экзамену в казенной гимназии человеколюбивого общества. Чтобы не терять год, я стал было добиваться, чтобы родители меня определили в лицей, куда уже поступили два моих товарища, братья-княжевичи. Меня эта мысль о лицее привлекала по нескольким причинам, но все они были одного характера, суетно мальчишеского. Особенно меня соблазняло то, что я найду в лицее среди товарищей избранное аристократическое общество. Меня соблазняла и прелестная форма, черная с красным и с золотом. На голове треуголка полагалась, кажется, и шпага. Движимый ребяческим честолюбием, я воображал, что, пройдя лицей, я без труда достигну весьма высокого положения, именно на дипломатическом поприще. Так как я начитался всяких исторических романов, настоящих исторических трудов я не касался, то меня и манила перспектива попасть в разряд избранников, решающих судьбы государств. Я бы сделался представителем своей страны и общался бы с чужими монархами почти как с равными. Мне казалось, что для этого я обладаю всеми нужными данными, незаурядным умом, необходимым лукавством и несомненным актерским талантом. Даже моя тогда еще неизжитая склонность к голганью представлялась мне чем-то вроде профессионального дара, необходимого для данного ремесла. Однако все мои мольбы и убеждения не подействовали на папу, и мечты о том, чтобы благодаря лицею стать вторым Горчаковым, Бисмарком или Меттернихом, рассеялись как дым. Впрочем, я очень скоро примирился с такой неудачей и даже забыл о ней. Этому забвению способствовало и то, что, поступив к маю, я довольно скоро удостоверился, что эта новая школа мне по вкусу. Никакой формы в ней не полагалось. Большинство товарищей принадлежало скорее к среднему кругу. Никаких особенно блестящих путей гимназия не сулила. Зато я нашел в ней нечто очень ценное. Я нашел известный уют. Я нашел особенно мне полюбившуюся атмосферу, в которой дышалось легко и в которой имелось все то, чего не было в казенном учреждении. Умеренная свобода, известная теплота в общении педагогов с учениками и какое-то несомненное уважение к моей личности. Вообще в гимназии Майя не было и тени казенщины. Это было довольно своеобразное заведение. С наружного виду это был самый обыденный, безличный, старый, солидный петербургский дом в три этажа. От своих соседей этот дом ничем особенным не отличался. И выкрашен он был в такую же, как они, светло-сероватую краску. Построен он был, вероятно, без какой-либо заботы о стиле, в начале XIX века. На десятую линию Васильевского острова он выходил половиной, которая сдавалась в наем под частные квартиры. И эта половина нас совсем не касалась. Мы не интересовались, кто в ней живет, и даже ни разу не полюбопытствовали заглянуть в подъезд. Тон всему задавал основатель и директор гимназии, носящий его имя. Карл Иванович Май. Человек, в момент моего поступления, уже очень пожилой, но все еще деятельный и достаточно подвижный. Только что помянутая атмосфера была целиком его созданием. Как личных его душевных и сердечных качеств, так и его принципов и целой теории, выработавшейся на основании этих качеств. Карл Иванович твердо верил в то, что от юного существа можно всего добиться посредством выказываемого к нему доверия. Понятно, что среди нас было немало мальчиков, которые злоупотребляли добротой Карла Ивановича, и даже за спиной издевались над этой самой его доверчивостью. Но большинство учеников уважали и любили своего директора, и это нежное чувство возникало почти сразу с момента первого контакта с ним самим. Во всяком случае, я Карлушу полюбил именно в первый же день, а затем остался верен этому чувству до конца. Мне сразу понравилась и вся его своеобразная, я бы даже сказал, курьезная внешность. Это был маленький, щупленький, очень согбенный старичок, неизменно одетый в черный, долгополый сюртук. В своей старческой, исхудалой, точно дряблой руке он всегда вертел табакерку, которой нередко пользовался, а из заднего кармана сюртука у него торчал большой красный с желтым платок, что вообще полагалось всегда иметь нюхальщиком табака. Уже это одно отодвигало Карла Ивановича во времени куда-то далеко и придавало его облику какую-то поэтическую старинность. Но совершенно своеобразным было и все лицо, вся голова Карла Ивановича. Черные, как смоль, волосы, злые мальчики уверяли, что они крашены, кокетливо подстриженные прямой челкой, выдающиеся до карикатурности острый красный носик, подбородок был украшен опять-таки совсем черной бородкой, на манер дяди Сэма, тогда как щеки и все вокруг рта было гладко выбрито. Под слеповатые несколько воспаленные глаза были вооружены золотыми очками. Двигался Карл Иванович быстро, не совсем ровно семеня своими старческими ножками. Этой смеси признаков глубокой старости, чуть ли не ветхости и сравнительной моложавости во внешности соответствовали и черты характера Мая. Нормальным состоянием Карла Ивановича было беспредельное благодушие. Его тонкие, еле заметные губы, вечно что-то не то жевавшие, не то посвистывавшие, охотно расплывались в приветливую улыбку. Но благодушие Карла Ивановича не было признаком слабости. Он мог при случае и гневаться, но только на то были всегда веские причины. В момент огорчения он еще больше горбился, очки у него съезжали на кончик носа, и он скорбно глядел поверх них своими слезившимися глазками на провинившегося. Это уже действовало. Действовало и то, что провинившийся мальчик не удостаивался того рукопожатия с Карлом Ивановичем, с чего начинался для всех каждый учебный день. Для этой церемонии Карл Иванович становился на верхней площадке лестницы, откуда мы попадали в рекреационный зал и в классы, а старческую свою, точно безжизненную руку он держал перед собой для общего пользования. Торопливо проходили один за другим ученики мимо этой безучастной фигуры, произнеся приветствие, скорее хватая эту руку, нежели пожимая ее. Но безучастность Карла Ивановича была только кажущейся. Он отлично примечал, кто с ним здоровался. И когда появлялся накануне в чем-то провинившийся, о чем успели донести Карлу Ивановичу, и очередь рукопожатия доходила до него, то ручка директора отдергивалась. Иногда при этом старческий рот шамкал по-немецки. «Мне нужно тебе сказать что-то» или «Я должен поговорить с тобой». И это означало, что директор чрезвычайно недоволен тобой, и что с глазу на глаз произойдет головомойка. Ученики считали, что Карл Иванович по происхождению скандинав, не то швед, не то датчанин. С виду он, несмотря на черноту волос, больше всего походил на финна, на чухонца. Но на самом деле он был, кажется, чистокровным и очень даже типичным немцем. Природный его язык, во всяком случае, был немецкий, тогда как по-русски он говорил, если и совершенно, даже безукоризненно правильно, то все же с чуть заметным иностранным акцентом. Кроме своих директорских функций, он взял на себя преподавание географии, и на этих уроках сказывался и настоящий учительский талант, и что-то, я бы сказал, поэтическое, что было в его натуре. Мы все любили уроки, Карл Иванович, и своеобразную систему их, и те описания природы, стран и городов, благодаря которым исчезала всякая сухость из его преподавания. Система же была основана на рисовании на доске самых упрощенных схем. Нарисует Карлуша три линии в известной комбинации, и, полуобернувшись к классу, тычемелом в одну из линий спросит по-немецки, «Что это?» Знакомые уже с системой мальчики отвечают, «Это фихтель, гебберге, а это майн» и так далее. Постепенно эта голая схема разукрашивалась разными добавлениями. Появлялись другие горные цепи, города, притоки рек. Мое знакомство с преподаванием Карла Ивановича именно с такого урока о Центральной Европе и началось. Но этот же урок я затем слышал не раз. И это благодаря институту совместных уроков, когда ученики старшего класса оказывались в одном помещении с меньшими товарищами. Эти совместные уроки входили в школьную систему Карла Ивановича. Под этим, вероятно, лежали экономические соображения. Один и тот же учитель мог одновременно преподавать двум классам, а отсюда экономия во времени и в гонораре. Бывало, что такая комбинация получалась из-за того, что у данного учителя, занятого в другом учебном заведении, не оставалось времени дважды посетить нашу школу. Совместные уроки получались и вследствие случайных обстоятельств. Скажем, из-за болезни одного учителя его класс временно поручался другому. Все это доставляло много забот Карлу Ивановичу. Перед доской с подвижными фишками, висевшей на стене в зале над физгармонией, директор иной раз простаивал много минут, все что-то бормоча себе под нос, переставляя фишки и снова и снова их всовывая в прежние рубрики. Некоторые совместные уроки носили постоянный характер. Так, например, Гомера читали одновременно и седьмой, и восьмой класс. И этот порядок был установлен навсегда. Кажется, то же происходило и с физикой, которую преподавал инспектор Ларинской гимназии элегантнейший Фохт. Несколько преподавателей гимназии состояли при ней безотлучно и даже жили в том же доме, но большинство были приходящие. Постоянные, кроме преподавания, несли обязанности классных наставников. Их было трое, и все трое были немцами, по-русски даже не говорившими. Один из них к нам, ученикам старших классов, не имел отношения. Это был несколько обрюзгший пожилой человек с бритым и носатым лицом полишенеля. Его звали Герр Деглау. Он следил за порядком в младших классах, помещавшихся в нижнем этаже, и к нам наверх поднимался редко. Деглау отличался беспредельной мягкостью, и дети его обожали, но ходила молва, что он каждый вечер напивается в соседнем трактире «Белый медведь», служившем сборным пунктом для всех местных немцев. В общем, это была комическая, чуть жалкая фигура. Кроме того, за мальчиками до 13-14 лет присматривала супруга Карла Ивановича, очень некрасивая, красноносая и не слишком приятная Агнеса Ивановна, которую полагалось величать тетей Агнес. Помощницей ее была родственница моя, старенькая, такая же вся округленькая, как ее фамилия, тетя Луга Биль, которую полагалось звать именно так, а не по имени. Эти трое заведовали порядком в нижнем этаже. Они же там и учительствовали. Мы же наших маленьких товарищей встречали только по утрам на общей молитве, происходившей в рекреационном зале, и в субботу в полдень перед тем, как всем разойтись по домам. Наш же мир верхней сферы управлялся, кроме директора Майя и его помощника-инспектора Кракау, господином Эмилем Молем и господином Виндом. К Эмилю Молю я сразу почувствовал особую симпатию. Это был огромный, несуразно сложенный и потому казавшийся тучным господин с прекрасным лицом Юпитера. На деле, вызывавшем скорее сравнение с бегемотом. Он недавно попал в Петербург, а родился в Швабии, в городе Тюбингене. Он произносил Тибинген. Один его швабский говор располагал к нему юные души. В нем была какая-то нежность, что-то сентиментально уютное, типично германское. В прежнем, до гитлеровском понимании этого слова. Уютность его выражалась и в том, что восседанию на кафедре он предпочитал сидение среди учеников. Чаще всего на одной из парт. Причем он свои ножище, мастодонта, с трудом укладывал на соединенную с пюпитром скамейку. И вот этот обыкновенно ласковый добряк мог внезапно обратиться в гневного и даже в яростного громовержца. В тех случаях, когда распущенные им же мальчики слишком далеко заходили за пределы позволительного. Тогда Моль вскакивал, становился в пространстве между рядами парты кафедры. И оттуда начинал метать взоры, которые он, вероятно, считал зауничтожающие. Но которые были только смешными, так как Моль был ужасно близорук, и в его взгляде, каком-то рассеянном и подслеповатом, это сказывалось даже тогда, когда он считал нужным превращаться в некое олицетворение гнева. Подобные проявления бешенства у Моля были чем-то обычным. В экстренных же случаях, когда его доводили до пароксизма гадкими глупыми шалостями, гнев его получал уже совершенно дикое и какое-то плясовое выражение. Он начинал кружиться на месте и даже подпрыгивать, прыгающий бегемот. Причем извергал по-немецки страшные слова. «Все вы бессовестные! Я вышвырну всех вас!» и тому подобное. Но через секунду после такого извержения Моль уже снова сидел за одним из столиков, уткнув нос и правый глаз в грамматику, или в ксенофонта, или в небелунгов, и снова его швабская речь текла негромким, уютным мурлыканьем. Надо при этом прибавить, что Моль был очень образованный и начитанный человек. В особенности по части немецкой литературы, древней и новой. Для пополнения же своего образования он пользовался каждой свободной минутой. Так и вижу его, как он сидит на деревянном диване в рекреационном зале, с его нечесанной рыжей бородой, с лоснящейся плешью, с какой-либо книжкой в руках. По большей части это был томик общедоступной универсальной библиотеки. Вместо того, чтобы пойти в учительскую покурить и поболтать с коллегами, он предпочитал такое полезное одиночество. Нас, учеников пятых, шестых и седьмых классов, Моль учил немецкой литературе и древним языкам. Вскоре после нашего окончания гимназии его переманили от мая в училище правоведения, при котором, как я слышал, он находился затем многие годы. Лично я благодарен ему, во-первых, за те воспоминания, которые связаны с его живописным обликом, во-вторых, за те знания, которые я почерпнул из его уроков, чуть бестолковых и лишенных системы, но всегда исполненных жизни и увлекательных. Наконец, я косвенно обязан Молю тем, что я с тех самых пор заделался страстным собирателем книг. Однажды он принес в класс оба тома только что тогда вышедшей книги «История германской культуры», автором которой был Отто Хэн Ам Рун. Это было одно из первых популярных исторических исследований, начиненные иллюстрациями, воспроизведениями старинных гравюр, изображениями всевозможных памятников, говорящих о нравах и обычаях прошлого. Книга эта так меня поразила, и так мне понравилась, что, не откладывая, я упросил маму, чтобы она мне купила такую же, а в подражание мне ей уже обзавелись и мои друзья, Нувель и Философов. Начало нашим личным серьезным библиотекам было таким образом положено, и с тех пор я не переставал предаваться благородной, но, увы, и очень разорительной страсти книгособирания. Мой рассказ о господине Винте будет короче. В противоположность Молю, этот уроженец Вены был человеком изящной нарушности с хорошо причесанными волосами и такой же бородой. Винт был, что называется, красивый и даже элегантный господин. Он никогда не гневался, не выходил из себя, но в нем не было и малой доли теплоты, и, в общем, он вполне заслуживал репутацию сухаря. К своим урокам он относился с нескрываемой скукой, и хоть читали мы с ним самую занимательную книгу из всей классической литературы «Метаморфозы Овидия», однако на его уроках царила уныние и дремота. Учеников он не любил и, скорее, презирал. Единственный раз, когда я его видел веселым, это тогда, когда я уже по окончании гимназии его совершенно случайно встретил в его родном городе, то есть на Ринге, и когда мы зашли выпить чашку кофе в ближайшее кафе. Ринг — главная улица Вены, образующее кольцо вокруг центра города. Винт так тогда растаял, что даже стал зазывать меня к себе в Баден под Веной, но мне ввиду близкого отъезда пришлось отказаться, и это, к моему большому удивлению, его огорчило. Названными двумя педагогами не исчерпывается та часть учительского состава, которая была занята преподаванием древних языков. Напротив, винт и моль только готовили нас к Парнасу, а на самой вершине Парнаса заседали господин Мальхин и господин Блумберг. Блумберг не оставил ни в ком из нас приятного впечатления. Правда, он выучил нас посредством какой-то особой тренировки читать без подготовки Гомера. В одном только чтении «Илиады и Одиссеи» и состояли его уроки. Но человек он был неприятный, с виду какой-то желтый, со светло-желтой общипанной бородкой, с зелеными глазами, прятавшимися под очень сильными стеклами очков, с дурным запахом изо рта. К тому же это был человек и довольно пошловатый и каверзный. Пошлость Блумберга выражалась, между прочим, в том, что он заставлял нас исправлять Гомера из соображений более утонченного вкуса. Известно, что некоторые очень картинные, но и очень несовременные выражения и особенно эпитеты у певца Троянской войны повторяются на каждом шагу. И вот надлежало такие шокировавшие Блумберга выражения или просто пропускать, или же заменять другими. Например, ни в коем случае нельзя было оставить за Герой эпитет Валаокой, или про Аякса сказать, что он выступал как бык. Блумберг готов был поставить дурной бал за такой в торопях сделанный промах. И мало того, он дулся затем в течение всего продолжения урока на того, кто совершал рецидив в этом смысле. Настоящая культурная пропасть разделяла этого русского грека с его германским коллегой, с господином Мальхиным. О Моле у меня сохранилось воспоминание сентиментального порядка. Даже то, что в нем было глубоко комического, было в своем роде трогательным. Это был тип, словно слетевший с картин Шпицвега или Швинда. Напротив, память, которую я храню о Мальхине, полна глубокого уважения. Пожалуй, из всех педагогов, не исключая милого Томасова, в казенной гимназии я именно к Мальхину почувствовал наибольшую степень почтения и ученической преданности. Это был мой идеал профессора. И не только потому, что Мальхин умел хорошо учить, разбираться в тонкостях грамматик, разбираться в философии Платона, но и потому, что Мальхин подавал пример какого-то незыблемого чувства долга. Только под его руководством я понял, зачем вообще существует классическое воспитание, чему оно служит в жизни, как действует на весь наш мыслительный строй и на наши критические способности упражнения в латыни и в греческом. Появился Мальхин на нашем горизонте только тогда, когда мы перешли из шестого класса или сексты в седьмой. Но так как я и мой ближайший друг Валечка Нувель были оставлены без экзамена на второй год в этом предпоследнем классе, то нам посчастливилось состоять под Мальхином целых три года, а не два, как это вообще полагалось. Тут же поясню, что наши неуспехи, которые заставили доброго мая, со скорбным сердцем, не допустить нас до конечного экзамена в 1889 году, о чем дальше, никак не зависели от нашего нерадения на уроках Мальхина. Наши успехи по древним языкам были вообще вполне приличными, а временами и отличными. Но неблагополучно у нас обстояло с математикой, со всякими тригонометриями и космографиями. А к тому же мы тогда оба уже очень увлекались театром, да и вообще слишком жили домашними и личными, а не школьными интересами. Мы просто вышли из школьного возраста. Того же отношения, которое мы встречали со стороны Мальхина, мы и в других преподавателях, и даже в самом мае, который к концу нашего учения очень постарел, не встречали. Самым характерным во внешности Мальхина была его недлинная, но густая огненного цвета борода, а также злой, пронизывающий взгляд его зеленых, искрящихся глаз. Преподавал он обыкновенно по системе перепатетиков, расхаживая по классу, необычайно отчетливо и резко отчеканивая слова как немецкие, так и латинские и греческие. Перепатетики, последователи Аристотеля в античной философии. Их прозвище обусловлено манерой Аристотеля прогуливаться во время лекции со своими учениками. Он страдал застарелым плевритом, причинявшим ему внезапные острые боли. Но Мальхин и в такие моменты не переставал разгуливать, и лишь хватался за бок, как-то мычал, а в глазах мелькало отражение испытываемых мучений. Когда же припадок кончался, то лекция продолжалась. Он именно читал нам лекции. В его преподавании не было ничего механического, тупого. Это особенно сказывалось в его толковании Платона. Мы прошли с ним Протагора, Федона и Пир. Все должно было пройти через сознание, всякое новое познание утверждалось в голове посредством его уразумения. На это я и мои друзья Нувель, Калин, Философов и Скалон шли охотно, и Мальхин поэтому относился к нам с особым благоволением. Напротив, он не скрывал своего презрения к тупицам и бездарным зубрилам, хотя бы они отвечали на пять по заданному уроку. Некоторых же учеников он прямо ненавидел. Одних за безнадежную глупость, других за лень и бездарность, прикрывавшихся подловатыми приемами. К разряду первых, к его беспредельному огорчению, принадлежал его родной сын Ваня, Ванья, в произношении отца. Среди вторых находился сын, учитель русского языка Володя Доброписцев. На последнего, на этого вовсе неплохого, необычайно добродушного, но склонного к мужицкой лукавости веснущатого малого, Мальхин, такой всегда сдержанный, корректный, неоднократно набрасывался с криком, обзывая его бранными словами, совершенно не полагавшимися в устах культурного педагога. И мне кажется, что на этом примере с особой ясностью выражалась некая расовая непримиримость между типичным пруссаком и типичным россиянином. Пруссак никак не может понять и принять то, что в славянской душе скользкого, зыбкого, складную русскую душу. Проявление ее выводит его из себя. Он в них видит худшее, что может быть в человеке, и с этим он готов бороться огнем и мечом. При этом ярость его растет по мере того, как он под своими ударами ощущает нечто уступчивое, рыхлое, не противопоставляющее ударам сопротивление. В самый год нашего окончания гимназии, 1890-й, Мальхин принужден был подать в отставку. Преподавание в гимназиях на немецком языке было запрещено правительственным распоряжением. И он предпочел оставить Россию и вернуться к себе в свой родной Берлин. Там, движимый школьным сентиментализмом, я его посетил в 1894 году. Но лучше было бы, если бы я этого не делал. Визит послужил только тому, что я не узнал своего Мальхина. Вся обстановка ультрабуржуазная, точно выхваченная из какой-либо карикатуры Гейне в Симплициссимусе. Была нисколько не похожа на ту характерную обстановку фанатика науки, в которой мы заставали нашего профессора, когда приходили к нему в Петербурге. Там обстановка нашего педагога при огромном количестве книг, коими были сплошь покрыты стены его кабинета, состояла лишь из нескольких самых обыденных стульев и очень большого сплошь заваленного книгами и бумагами стола. На одиноком окне никаких занавесок. Здесь же меня принимали в типичнейшей гостиной с гарнитурой, крытой красным репсом, и с цветочным ковром на овальном столе. Кстати сказать, эти наши посещения Мальхина входили, я бы сказал, в своеобразную систему нашего общения с ним. Мы ходили к нему объясняться, или в тех случаях, когда чувствовали, что мы уж очень огорчили его каким-либо свидетельством нашего нерадения. Он это поощрял, принимал нас с ласковой строгостью, постепенно переходившей в ясно выраженное благорасположение. Кончался же наш визит тем, что Мальхин нас провожал до входных дверей и, пропуская одного за другим, повторял по-немецки одно и то же «Ничего, я на вас не сержусь». После такого посещения на его уроках устанавливалась атмосфера прошедшей грозы. Не могу не упомянуть здесь об еще нескольких лицах нашего педагогического синклита. Необычайно живописной и внушительной фигурой был господин Штрунке, черный-причерный, горбоносый. Густую свою бороду он стриг клином по образцу некоторых древнегреческих бюстов. Он с подчеркнутой отчетливостью произносил по-гречески имена древних деятелей. Когда Штрунке говорил о личности Пизистрата и называл его Паэзистратус, то мне чудилось, что передо мной стоит самый этот афинский тиран. Преподавал он древнюю историю всего еще год. Мой первый год у мая. После чего ему пришлось покинуть гимназию, так как вышло министерское распоряжение, потребовавшее, чтобы преподавание истории происходило на русском языке, которым Штрунке не владел вовсе. Большинство учеников очень жалело об этом уходе, так как Штрунке обладал даром необычайно ярко, картинно и выпукло передавать факты. А его характеристики производили впечатление какого-то портретного сходства. На смену ему явился тусклый и беспомощный Кракау, который с трудом, точно ученик, отвечающий заданный урок, говорил в тех же выражениях то, что уже стояло в учебнике. Другой любопытной фигурой был Михаил Захарыч Образцов. Крошечный человек с длинной русой бородой. За ним у нас утвердилось изобретенное мной прозвище Зюзя. И действительно, это слово очень подходило к милому, доброму, но чересчур слабому человеку, абсолютно неспособному дисциплинировать порученную ему ватагу. Очаровательна была его манера улыбаться, точнее, осклабляться. Губы крошечного бородача широко раскрывались, открывая обе челюсти, причем усы как-то выпучивались в виде странных ворохов. Он считался весьма ученым математиком, и даже ходила молва, что он состоит членом-корреспондентом каких-то знаменитых иностранных обществ или академий. Но, возможно, что именно потому учил плохо, не будучи в состоянии приноровиться к уровню наших мыслительных способностей. Образцов был первым, кто при поступлении в гимназию Майя меня экзаменовал. И то, как мило и осторожно, как благожелательно он это произвел, расположило меня к нему навсегда. Даже в период, когда я становился из рук вон плохим учеником, как раз на его уроках, и когда получал от него вполне заслуженные плохие баллы, я не переставал его любить и как-то при этом жалеть этого маленького, чуть смешного гнома. Такое мое отношение продолжалось и после гимназии. Он был единственным учителем, бывавшим у меня на дому. Разглядывая мои художественные книги, он при этом обнаруживал удивительные запасы наивности и большую готовность все узнать и понять. Если бы я тогда же не отбыл за границу, это было в 1896 году, то, вероятно, мы бы поменялись ролями. Образцов стал бы моим учеником по истории искусства, а я его учителем. Раз я его посетил на дому. Он жил у своего отца, священника при Смоленском кладбище. И окна гостиной в этом деревянном двухэтажном доме выходили прямо на тот своеобразный парк, в котором под березами покоятся, прижавшись друг к другу, несметные толпы мертвецов. Этот грустный пейзаж показался мне очень подходящим для доброго и чуть жалкого Зюзи. Неважно, мы учились у учителя русского языка и русской словесности Михаила Евграфовича Доброписцева. Фамилия Доброписцева не что иное, как перевод с греческого «евграфос». Из чего можно было заключить, что наш Михаил Евграфович был семинарского происхождения. Ведь именно в семинариях было в ходу давать такие фамилии людям, поступавшим в них без имени. Во всяком случае, наш Доброписцев был типичным семинаристом, человеком, если и обладавшим нужными познаниями, то как-то плохо их усвоившим, а во всем своем облике не обнаруживавшим свою принадлежность к культурному и интеллигентному слою. Это был характерный пролетарий. Одень его в рясу, он явился бы идеальным натурщиком для изображения деревенского дьячка. Одень его в армяк, повяжи его передником, и он стал бы приказчиком какой-нибудь мелочной лавочки. У него был маленький красный носик, длинная рыжая борода, и пучки рыжих волос торчали над глазами. Вся его нескладная, какая-то длинная и тощая фигура выдавала простолюдина, и определенно крестьянским был его говор на «о», и его жесты, удивительно угловатые, и какие-то прямоугольные. Учил он и русскую историю, строго придерживаясь учебника, и, видимо, ничего не зная помимо него. Впрочем, у него был определенный довольно личного оттенка культ Петра Великого, и за это я его жаловал. К русской же литературе он относился с большей самостоятельностью. Он обожал и хорошо знал Пушкина, ценил и Гоголя, и Лермонтова, а также некоторых мастеров слова более отдаленных эпох. Каждое свое предложение он начинал словечком «ныте», сопровождаемым движением сапожника, точающего сапог. Бедный Михаил Евграфович был обременен семьей, и поэтому должен был учить во всех классах, начиная с младших, да и не в одной нашей гимназии. Именно для того, чтобы позволить ему получить лишние уроки, Май сделал для него отступление от общего учебного плана и назначил Доброписцеву два часа в неделю от восьми часов утра до девяти. Из-за них мне приходилось вставать в семь часов и идти по городу, еще погруженному во тьму, причем часть пути лежала по льду, что несколько сокращало дорогу, и это было очень жутко, так как ходили слухи, что на Неве грабят. Дружные протесты родителей и учеников заставили через два месяца такого опыта отменить эти ранние уроки. В качестве католика мне не надлежало пользоваться уроками закона Божьего ни у дьяка на церкви Академии художеств Постникова, ни у литеранского пастора Юргенса. Но видел я их постоянно, а иногда и просиживал у них за уроками. Интересно было сравнивать обе манеры обучения. Поп был человек лет пятидесяти, довольно полный, ступавший животом вперед, кудрявый, с проседью, с тщательно расчесанной, не очень длинной бородой. Он был весь какой-то сочный, приветливый и веселый. Пастор тоже не производил аскетического впечатления. Это был довольно высокого роста господин, гладко выбритый, что придавало его лицу сходство со старой и склонной к плаксивости женщиной. Сходство это усугублялось в минуту, когда он по понедельникам за утренней молитвой и по субботам за полуденной, перед распуском на воскресенье, переминаясь с ноги и на ногу и, воздев очи к потолку, произносил рот коротенькой проповеди, каждый раз в выражениях почти тождественных. Вслед за этим тетя Агнеса садилась за физгармонию и вся школа пела полагавшиеся на данный день недели хорал. С такого же хорового пения начинался и всякий другой день, но не всегда в присутствии духовного лица. По средам гремел хорошо всем знакомый благодаря опере Мэрбера гугенотский гимн «Господь наша крепость». И это меня каждый раз наполняло торжественным настроением. Напротив, понедельник начинался «С печальнейшего хорала «Только тебе в небесах воздадим честь». А в субботу мы с особым ликованием возглашали «Благослови нас и охрани милостью твоей». В общем, жизнь в гимназии Майя протекала тихо, ровно и безмятежно. Но раз в году, в день рождения директора, она отмечалась скромным празднеством. В нижнем этаже, где находилась квартира Майя, варился для всего училища шоколад. И всех группами приглашали отведать этого праздничного напитка, разливкой которого заведовала супруга Карлуши, его дочка и тетя Лугабиль. Однажды, это было осенью 1886 года, праздновали 75-летие Карла Ивановича. Празднование получило несравненно более парадный характер, но уже вечером. Перед растроганным директором, сидевшим среди рекреационного зала в окружении всех педагогов и толпы приглашенных родителей, прошло «шествие рек» в соответствующих костюмах и с произнесением «каждой рекой» уморительных немецких стишков, сочиненных известным академиком-этнографом Радловым. Это гимназическое представление было навеяно парадом рек из балета «Дочь фараона», шедшего в те годы на императорских сценах. Божество Нила торжественно встречало там героиню балета Аспитчию, которую приходили приветствовать и реки всего мира «Гвадалквивир», «Темза», «Рейн», «Хуанхе», «Тибор», «Нева» в московском спектакле «Москва-река». Каждая река-танцовщица исполняла соответствующий национальный танец. При этом русские реки выступали в костюмах боярышень. В главе третий «Мое художество» Александр Николаевич Бенуа рассказывает, что как раз осенью и зимой 1886-87 годов он был целиком захвачен балетом «Дочь фараона» с Цукки в заглавной роли и в течение нескольких месяцев занимался у себя дома его постановкой в качестве кукольного спектакля. Это заставляет предположить, что в гимназическое шествие рек в честь мая осенью 1886 года было тоже делом рук Александра Николаевича Бенуа, а тем самым и одним из наиболее ранних его режиссерских начинаний. Я изображал Хуанхе, а мой друг Гриша Калин Ян Цзян Нам из этнографического музея были одолжены настоящие китайские халаты. Нам привесили длинные косы и приклеили висячие усы. Мы должны были держать указательные пальцы перед носом и произносить довольно длинное стихотворение. Перед выходом мне казалось, что я нисколько не волнуюсь, однако, к собственному удивлению, и тогда уже, когда я произносил свои реплики, я заметил, что мои пальцы сами по себе и без всякого с моей стороны принуждения ритмично дергаются, точно метрономы. Это, вероятно, было сочтено за особенно изощренную китайскую стилистичность. Рерих, который был в младшем классе, вспоминает в своих мемуарах не без умиления об этом дебюте. Листы дневника, полвека, 1937 год. В книге Рерих из литературного наследия Москва, 1974 год, страница 84. Рерих, по его собственным словам, изображал Волгу. К сожалению, что представлял он сам в шествии рек, я не помню. Пожалуй, он и не участвовал в нем, а сидел среди зрителей. В следующем, 1887 году, я на рождение Карлу Ивановичу поднес изготовленный мной альбом акварелей, изображавших каждое какую-либо из олицетворенных рек на фоне соответствующего пейзажа. За Темзой виднелся четырехконечный замок Тауэра, за Сеной Нотр-Дам, за нами, китайцами, какие-то пагоды и тому подобное. С этими акварельками я очень мучился. И все же, как я ни старался, сколько не переделывал, а получилось нечто позорно-ребячливое. Но дело было сделано, была заказана и шикарная папка, и я все же свое изделие поднес. Оно с тех пор покоилось в гостиной Мая на отдельном столике. Осенью 1887 года я вошел в более тесное соприкосновение с жизнью гимназии Мая. Это было время, когда я вздумал сочетать свое гимназическое учение с вечерними классами Академии художеств, куда я поступил в качестве вольно приходящего. Занятия в гимназии кончались в 4 часа. Дома мы обедали в 5 с половиной. В Академии вечерние классы начинались в 6. Таким образом, у меня фактически не хватало бы времени поспеть домой и опять обратно на Васильевский остров. Поэтому мамочка сговорилась с Маем, чтобы я столовался в гимназии с пансионерами и дирекцией. Столовая помещалась в нижнем этаже. Здесь, в довольно просторной, но низкой сводчатой комнате, стояли два стола. За одним председательствовал сам Карл Иванович и несколько учеников, я среди них. За другим восседала тетушка Агнеса и с ней классные наставники и мадемуазель Май, девушка лет 18. Всем подавалось одно и то же. Прислуживали два сторожа, заведовавшие в течение дня раздевальней. Одного из них, полунемца по фамилии Швепс, я, вероятно, потому и запомнил, что он оказывал нам разные услуги, а фамилия его своим звучанием как нельзя лучше выражала его расторопность и усердие. Мы все с симпатией относились к этому молодому и лебезному парню и щедро награждали его по праздникам. Запомнился мне один случай, связанный с этими обедами в гимназии. В какой-то октябрьский вечер Карлуша по окончании еды вдруг, не без торжественности, обратился ко всему собранию, заявив, что сегодня нам предстоит увидеть что-то особенное, и с этими словами повел нас на двор. И действительно, то, что мы увидели, нас глубоко поразило. Все небо, свободное от туч, было в движении. Мириады падающих звезд бороздили его в разных направлениях. Казалось, вот-вот весь небесный свод воспламенится, и тогда нам не сдобровать. Карлуша не уставал любоваться этим зрелищем, причем вид у него был такой, точно это он устроил весь этот фейерверк. Он самодовольно улыбался и старался в общедоступной форме объяснить, каким образом такой огненный дождь мог получиться. Признаюсь, именно с этого вечера я почувствовал известное недоверие к небу, и впервые ощутил то специфическое сердечное сжатие, которое во мне повторяется каждый раз, когда я слышу о каких-либо тревожных для всего мироздания астрономических открытиях или сообщениях. Самой мучительной из таких тревог была та, которую я испытал в 1910 году в ожидании кометы Галлея. Но мог ли добряк Карлуша предполагать, что приготовленный им тогда сюрприз получит значение какой-то душевной травмы для одного из его любимых учеников? Глава 17 Гимназия Майя Товарищи Только что я упомянул имя того моего товарища по гимназии Майя, который впоследствии приобрел наиболее распространенную славу Рерих Но как раз в стенах нашей общей школы я общался с ним мало и моим другом он тогда не стал На то причина простая Он был двумя классами ниже моего и встречались мы с ним лишь благодаря случайностям системы комбинированных уроков Поэтому я и мало что о нем запомнил в те годы разве только что это был хорошенький мальчик с розовыми щечками очень ласковый немного робевший перед старшими товарищами Не в малейшей степени он не подпал влиянию нашей группы Да и после окончания гимназии он многие годы оставался в стороне от нас Напротив несколько человек из моих одноклассников сделались моими спутниками на значительную часть жизни А один из них как раз тот мальчик с которым поступив в пятый класс к маю я быстрее всего сошелся с которым сидел на одной парте тот до самой своей кончины в текущем году это писано в 1949 году остался несмотря на наши частые ссоры а временами и довольно серьезные раздоры моим близким другом я говорю о Вальтере Федоровиче Нувеле Естественно что первое время я только осматривался мне было конфузно что я как мне казалось значительно старше всех прочих у меня уже начинала пробиваться борода и лишь немного позже я к своему удивлению узнал что Костенька Сомов несмотря на свой ребячливый вид на целых семь месяцев появился на свет раньше меня в те же первые недели я терпел обиды от другого моего будущего друга от Димы Философова который несмотря на свое хорошенькое ангельское личико содержал в себе немало едкой злости он сразу высмеял мой действительно неуклюжий костюм сшитый по чьему-то совету из пледа и мою неряшливую прическу и мои грязные ногти но больнее всего меня кололи его разоблачения касавшиеся нашей семьи через мою кузину нетеньку дававшую и у философовых уроки игры на фортепьяно Дима был хорошо осведомлен не только о настоящем но и о прошлом семьи Бенуа тогда как я считал нужным из мальчишеского желания придать своей персоне больший вес нести всякую чепуху вплоть до того что будто наши французские предки были маркизами а мои венецианские деды дожами и кардиналами я даже остро возненавидел тогда Диму раздражало меня в нем и то что этот мальчик слишком откровенно выражает свое презрение ко всему классу выделяя лишь своего соседа по парте Костю Сомова с ним зато он держал себя совсем как институтка поминутно обнимаясь и чуть ли не целуясь впрочем тогда я не усматривал в этом чего-либо специально предосудительного и мне эти излияния казались просто неуместными и мужскому полу неподобающими Валечка Нувель напротив хотя шокировал меня претензией на щегольство в одежде и некоторыми своими манерами например тем что он курил для вящего форса сигары однако мне многое в нем и нравилось больше всего его несомненное западничество нечто отличавшее его от характерно русских мальчиков впрочем у нас в классе было два Нувеля старший Эдя Эдуард и младший Валечка Вальтер были по наружности до того друг на друга похожи что их можно было принять за близнецов причем Эдя был на пол головы выше брата однако наружностью и исчерпывалось сходство между ними насколько Эдя был мальчишкой из самых озорных настолько Валя и тогда уже держался корректно и казался рассудительным культурным Эдя к великому общему удовольствию был мастером на всякие шалости и изобретателем иной раз и очень хитрых шуток Это он принес однажды в класс целую дюжину заводных лягушек и пустил их под ноги под слеповатому старичку Лебурде учителю французского языка Он же устроил сложную махинацию посредством которой кусок мела взлетал по черной классной доске без того чтобы было заметно как это происходит Мел был подвешен на черной же нитке которая была проведена через весь класс к задним партам где и восседал автор и механик фокуса Вот собрался Зюзя образцов взять мел чтобы написать алгебраическую формулу а мел вдруг полез по доске вверх до чего это было смешно до чего оторопел наш крохотный педагог и попало же тогда Эдди за эту шалость был вызван сам Карл Иванович грозно крикнувший ему по-немецки чтобы он немедленно убирался на что отчаянный мальчишка так швырнул дверью что она вся задребезжала своими многочисленными стеклами а два из них даже выпали из рамы и разбились и вот мой Валечка представлял собой полный контраст со старшим братом не надо все же думать что он был образцовым тихоней пай мальчиком или скучным зубрилой и он как и Эдди обладал значительным запасом лени и не прочь был подурачиться что касается учения то отличная память и большая сметливость выручали его позволяя Валечке нерадиво относиться к урокам без риска быть зачисленным в разряд отменных бездельников та же память и та же сметливость при вечно возбужденном любопытстве делали Валю интересным собеседником он был таким же скороспелым юнцом как и я ему как и мне ничто человеческое не было чуждо он был таким же страстным театралом и таким же великим охотником до чтения и естественно что по всем этим причинам я вполне оценил общение с ним и очень быстро с ним сошелся в общем нувель был таким же продуктом немецкой слободы как и я и это одно располагало к нашему сближению но кроме того еще одно важное обстоятельство делало дружбу с Валечкой особенно ценной семья отца Валечки происходила от французских эмигрантов переселившихся еще в конце семнадцатого века из Франции в Германию французский дух однако оставался в семье нувелей господствующим и это несмотря даже на то что мать Валечки была немкой отца Вали я не застал он скончался года за два до моего поступления к маю по рассказам же это был очень зажиточный человек директор не то какого-то банка не то страхового общества получая крупные вознаграждения он позволял себе вести довольно роскошный образ жизни занимать большую и нарядную квартиру держать лошадей и часто ездить за границу но вот он скончался почти внезапно и матери Валечки добрейшей и величественной Матильде Андреевне пришлось сильно сократить весь образ жизни она переехала в сравнительно скромную квартиру а лошади и экипаж были проданы все же и тогда обстановка нувелей сохраняла следы того что французы называют зажиточностью он был серьезным любителем музыки он недурно играл на рояле и обладал завидной способностью быстро читать с листа подобно мне он тогда увлекался итальянской оперой переживавшей в Петербурге на императорской сцене свою особенно блестящую пору а под моим влиянием он стал несколько позже интересоваться и балетом главным образом балетной музыкой единственное что огорчало меня в моем новом друге это известная его сухость мысли и склонность к готовым формулам это порождало между нами лютые споры причем я не щадил Валечку и движимый священным негодованием поносил его самой отборной бранью он же сносил все без протестов не то по добродушию не то по какой-то вялости и по отсутствию темперамента особенно же огорчало меня в Валечке его безразличие к пластическим художествам на искоренение последнего дефекта я и направил свои главные усилия и в конце концов мне удалось заразить Валечку своей страстью к живописи обожанием архитектуры наслаждением скульптурой к сожалению этот искусственно привитый интерес глубоких корней в Валечке не пустил а в старости мой друг даже как бы гордился тем что все это его больше не интересует все это он перерос не лишним считаю здесь более обстоятельно познакомить читателя с семьей Нувель у Вали было три брата и одна сестра старший брат Ричард Федорович обладал прекрасным голосом что побудило его избрать карьеру оперного певца одно время он пел в каких-то заграничных антрепризах и имя Рикардо Норди избранный им псевдоним стало довольно известно но затем будучи человеком слишком мягким вялым а может быть и ленивым он бросил сцену и заделался учителем пения второй брат Федор являлся контрастом Ричи это был настоящий герой из какого-нибудь романа Жоржа Оне рослый хорошо сложенный блондин он являл вид необычайно холиной и все же мужественной он должен был иметь большой успех у женщин любил пикантные анекдоты коих знал баснословное количество и держал себя с характерной для высших коммерческих и биржевых кругов развязностью он рано умер не достигнув и сорока лет рано умер и знакомый уже читателю Эдя типичный бездельник и как водится любимчик матери Наконец была у Вальчки и сестра писаная красавица Матильда но ее я видел в свои юношеские годы всего раза два так как выйдя замуж за голландского дипломата барона Ван Геккерна родственника того Геккерна который сыграл стой роковую роль в трагической дуэли Пушкина она жила за границей постепенно наша с Валечкой дружба наши беседы и споры стали привлекать к себе и других юношей и уже в шестом классе 1886-87 я и ближайшие мои приятели сплотились в особый кружок в нечто похожее на школьный клуб но не надо думать что наше объединение представляло из себя нечто серьезное и ученое даже несколько позже когда мы назвали себя в шутку обществом самообразования это было уже в седьмом классе и даже сочинили род устава общение наше продолжало носить совершенно свободный характер с некоторым уклоном в шутовство и в потеху всякий намек на педантизм был изгнан и предан смеянию изъята была и всякая цензура беседа шла о чем угодно и меньше всего о нашем учении и о школьных делах не щадились и современные порядки но только пересуды на темы более или менее касавшиеся политической сферы носили у нас чисто академический характер ни в ком из нас не жила склонность к какому-либо личному воздействию к революционности нам не был знаком соблазн вмешаться в общественную и политическую жизнь между тем именно этому соблазну поддавалось в те дни великое множество среди русской молодежи лишь один юноша в нашем классе явился исключением то был Каррик сын известного фотографа он был арестован в момент когда собирался стрелять в министра толстого при обыске выяснилось что он забыл зарядить револьвер что не помешало тому чтобы он был сослан но этот Каррик держался в стороне от нас а если и вступал в общий разговор то не скрывал своего презрения к нам балованным борчукам со своей стороны мы считали Каррика порядочным дураком пожалуй в нашем отрицательном отношении к революционности действовало очень сильно в нас говорившее отвращение от всего стадного модного из того же инстинктивного противодействия против моды нас привлекали некоторые идеи консервативного порядка в частности я и Валечка Нувель стали в эти годы чувствовать какую-то симпатию к личности государя Александра Третьего положим и мы иногда возмущались отдельными мероприятиями правительства видя в них проявление бессмысленного ретроградства и абскурантизма но при этом все же крепло какое-то наше тяготение к самому принципу монархического правления начиная начиная с седьмого класса наше собеседование стали все чаще происходить у меня на дому приманкой могло служить то что у нас точнее у меня товарищи находили немало всяких наглядных пособий для просвещения как в смысле предметов искусства так и в смысле книг и журналов атмосфера нашего дома была насыщена художеством чем-то таким чего никто из моих товарищей не находил у себя надо еще прибавить что я очень рано стал ощущать в себе известное педагогическое призвание и потребность собирать вокруг себя единомышленников и между прочим как раз моя способность вживаться в давно прошедшее оказывала свою притягательную силу даже на тех членов нашего кружка которые сами по себе никакой склонности ни к истории ни к искусству не имели еще одна черта способствовала сплочению нашего совершенно вольного единения это наше отношение к патриотизму мы все были в одинаковой степени плохими патриотами если под этим подразумевать какую-то исключительность какое-то априорное предпочитание своего чужому тут сказывалось нечто присущее не только всему русскому сколько специфически петербургскому образованному обществу тут несомненно сказывалось что двое из нас я и Валечка были своего рода воплощением космополитизма из этого нашего космополитизма мы тогда уже черпали силу определенной реакции против все усиливавшейся в те дни тенденции во имя идей национализма натравлять друг на друга целые огромные группы человечества нам же была дорога идея какого-то объединенного человечества это особенно ярко сказывалось в нашем отношении к искусству раз какое-либо произведение носило печать гения оно было нам дорого все равно какая национальность его породила при этом нас одинаково интересовало и пленяло как древнее так и новое и новейшее искусство несомненно в отдельных наших тогдашних суждениях было много незрелого и просто нелепого но в общем наши тогдашние беседы и споры способствовали выработке нашего креда мы безотчетно как бы готовились к чему-то и когда много лет спустя настал нужный момент то мы наша группа и как раз все тоже гимназическое ядро ее оказалось готовой к действию здесь следует остановиться на только что упомянутом выражении новейшее искусство оно требует ряда оговорок надо сознаться что многое из того что мы образованные юнцы с берегов Невы считали за новейшее искусство таковым уже не было не могли нас по-настоящему осведомить и те книги и журналы которые я пудами выписывал из-за границы почти все что тогда издавалось и во Франции и в Англии и в Германии игнорировало как раз то что творилось под боком в каждой из этих стран то что было затем объявлено достойным занять прочное место в истории и не только мы майские гимназисты не были тогда в курсе но и весь тогдашний образованный мир обнаруживал удивительную с теперешней точки зрения отсталость так например ныне твердо усвоено всеми кто мнит себя что-то понимающим в искусстве что в шестидесятых и в семидесятых годах во Франции господствовал импрессионизм что то было движение если еще и неофициально вполне признанное то все же очевидное происходившее на глазах у всех на самом же деле это было совсем не так импрессионизм вплоть до девяностых годов был явлением скорее подпольным известным лишь тесному кругу еще более тесный круг не только знал о существовании каких-то художников называвшихся импрессионистами но и оценивал их искусство считал его чем-то интересным и прекрасным большие массы лишь изредка урывками узнавали о существовании таких художников как Моне Дега Моне Ренуар а если эти имена и произносились или печатались в каких-либо критических статьях то всегда с оттенком иронии или возмущения это нынешние неоспоримые представители славы Франции казались громадному большинству безумцами если не шарлатанами напротив несомненной славой Франции почитались Жером Бенджамин Констан Лоранц Эннер Мейсонье Бонна Бугеро Руабе Жюль Лефевр Передовыми смельчаками могли себя считать те кто шел дальше и с уважением с интересом или даже с восторгом относились к Пюви Дешаванну к Гюставу Муро к Бастьену Лепажу к Арулюсу Дюрану к Даньяну Бувре к Карьеру и уже самые отважные любовались Бенаром Что же касается до ежегодного парижского салона то там напрасно стали бы искать картины хотя бы только похожие на импрессионистов Особенно характерным явлением для этих публичных художественных базаров были гигантские картины с историческими потрясающими сюжетами Больше всех других по формату были и более всех других возбуждали интерес масс полотнища Рожгросса В сущности выражение импрессионизм стало известно широкой публике только по выходе в свет нашумевшего романа Золя Трут но большинство его читателей оставалось каким-то недоступным для общего ознакомления импрессионизм даже в самом Париже Александр Николаевич Бенуа имеет в виду роман Творчество 1886 год появившийся спустя 20 лет после того как Золя начал борьбу за признание Мане и других импрессионистов в романе читатель встречается не только с термином импрессионизм но и с характерными фигурами нового художественного движения в образах персонажей романа пишет Аникст в статье Золя и искусство возрождается к жизни Ботиньольский кружок живописцев мы легко узнаем в писателе Сандозе самого Золя что же касается героя то отчасти он напоминает Мане отчасти Моне отчасти Сезанна а в целом Клод Атлантье конечно не тот не другой не третий а вымышленный образ вобравший в себя черты художников которых знал и наблюдал Золя сборник импрессионисты их современники их соратники Москва 1976 год страница 191 единственным местом где постоянно выставлялись картины импрессионистов была галерея Дюран-Рюэля но существование этого довольно скромного магазина далеко не всем было известно замечательно что когда государство решило принять дар Хайботта в 1895 году состоявший из картин импрессионистов то это возбудило в художественном мире настоящий скандал и раскаты того негодования которым воспылало французское общество во имя здравого смысла благоразумие вкуса и даже чести франции слышались еще многие многие годы спустя посетители залы Кайботта в люксембургском музее долго еще покатывались от смеха и держались за животики перед такими ныне ставшими классическими картинами как Олимпия Моне как бал в Мулен для Галет Ренуара как некоторые пейзажи Моне и Сеслея можно ли после этого удивляться что в Петербурге 80-х годов никто об импрессионистах просто ничего не знал даже среди художников даже наш самый выдающийся художник Репин несколько лет проживший в Париже как раз в эпоху расцвета импрессионистов имел о них очень слабое представление и относился к ним с пренебрежением живя в Париже в 1873 76 годах Репин с интересом следил за творчеством импрессионистов в 1875 году он увлекся искусством Эдуарда Моне и сообщал Стасову что написал портрет Веры а-ля Моне Вера жена художника смотрите Репин и Стасов переписка том 1 1871 1876 Москва Ленинград 1948 год страницы 120 и 239 во второй половине апреля 1876 года Репин побывал в мастерской Моне на улице Санкт-Петербург где художник устроил выставку своих картин непринятых в салон предварительно разослав знакомым пригласительные билеты в том же письме Репин с удовлетворением сообщает Стасову что и Иван Сергеевич Тургенев под влиянием Золя начинает верить в импрессионистов и вспоминает как он сам до этого защищал импрессионистов в своем споре с Тургеневым там же страница 132 делился Репин своим впечатлениями от импрессионистов и с Крамским подробнее Александр Бенуа размышляет Москва 1968 год страницы 195 196 В главе о зрелищах я упомянул о моем игнорировании русской музыки но не в меньшей степени был невежественен в этом смысле тогда и Валечка еще кое-что нам было знакомо из Глинки но остальное было для нас чем-то просто несуществующим неведомым и абсолютно неинтересным нас тогда очень удивил бы тот кто бы напророчил что недалек тот день когда мы же станем предпочитать отечественных композиторов всем остальным и что даже мы оценим да еще как оценим тех самых кучкистов на которых обрушивались почти поголовно все критики и вот как раз в последние годы моего пребывания в гимназии во мне обозначился поворот в отношении русской музыки дальше я расскажу какое потрясающее впечатление произвела на меня спящая красавица Чайковского здесь же в связи с моими школьными воспоминаниями я ограничусь лишь этим упоминанием вскользь тогда же я впал на время в другую крайность в какое-то исключительное приятие одной только русской музыки впоследствии все это утряслось полюбив и поняв то что заключало в себе прекрасного русское художественное творчество как в живописи так и в музыке я все же не стал каким-то тупым фанатиком русофилом подобную эволюцию проделали и мои ближайшие друзья нувель философов сомов напротив я остался ненавистником всего что носит характер какого-то ограниченного предпочтения своего перед чужим будь то в духе французского шовинизма или немецкого Deutschland über alles мое сближение с колоном и с калином началось в седьмом классе с осени 1887 оба эти юноши наши сверстники были необычайно для своих лет развитыми и начитанными с ними можно было беседовать на всевозможные темы в особенности на литературные получая при этом не одно удовольствие но и пользу как личности как характеры наши новые друзья были мало между собой схожи совсем не похожи они были и в своем внешнем облике колес колон несмотря на французскую фамилию принадлежал к тем типично русским людям к которым приложима поговорка поскребите русского и вы найдете в нем татарина причем остается под сомнением действительно ли то окажется татарин или иной какой-нибудь монгол мордвин ватяк или чухонец во всяком случае под оболочкой вполне прирученного культурного человека оказывается некое коренное дикое начало да и в оболочке это коренное начало часто просвечивает как в чертах лица иногда очень приятных но все же грубоватых или как-то не совсем оформленных так в особенности в жестах в какой-то неуклюжей походке в совершенном отсутствии грации таким типичным русаком был скалон причем он как брат на брата был похож на других подобных же татар среди моих друзей и близких людей на Владимира Княжевича на моего репетитора Соловьева на моего издателя Всеволода Протопопова хотя вообще все эти господа ничего не имели между собой общего ни в смысле деятельности и общественного положения ни даже в смысле характера очень похож был Коля Скалон особенно в сложении в том как он сколочен на своего отца известного земского деятеля либерального толка очень умного очень любезного и приятного человека которого я всегда заставал за письменным столом погруженным в вороха бумаг по отцу наш Скалон мог бы быть отнесен к цвету русской передовой интеллигенции определенно демократического уклона напротив мать Коли сочла бы себя обиженной от такой классификации это была дама такого же скифского облика как муж и оба сына однако она немало кичилась своей аристократической породой и своими высокопоставленными родственниками особенно же гордилась своим дядей адмиралом шварцем у Коли была младшая сестра Вария из нее мать в общем милейшая женщина старалась сделать совсем светскую барышню с манерами годными для представления ко двору однако эти старания матери эти вечные замечания только раздражали Вареньку и еще больше они раздражали ее братьев нашего Колю и его меньшего брата Сашу будущего художника и довольно влиятельного художественного критика у которых пожалуй именно из-за одного чувства протеста против такого калечения могли развиться и утвердиться их типично пролетарские ухватки При других бытовых условиях не обладая Колес Колон душой нежной чуть женственной он мог бы пожалуй выработаться в какого либо героя нигилиста народника как того требовала от юношей тогдашняя политическая мода он в интеллектуальном отношении обладал в достаточной степени предрасположением к анализу причем надо отдать ему справедливость что его логические выкладки обладали необычайной довольно даже убийственной последовательностью это это был очень умный юноша пожалуй самый умный из всех нас взгляды его отличались большой чистотой прямотой и абсолютной искренностью он был мастером спорить и в два мига припирал к стене оппонента даже и очень убежденного почти всегда при этом он переходил к какой-то моральной проповеди в духе властителя тогдашних дум Льва Толстого все это скорее нравилось мне за это я готов был любить Скалона но к сожалению в то же время меня раздражала как уже упомянутая нескладность всей его манеры так и типичная российская прямолинейность и однобокость его взглядов его неспособность считаться с оттенками нюансами и его отказ находить в них красоту несомненно мешало нашему единению и то что если в литературе особенно в русской он и был на редкость для своих лет сведущ то в сфере пластического художества он выказывал полную и при том безнадежную ограниченность и даже тупость он страдал полным отсутствием музыкального слуха ах до чего он врал когда мы хором в шутку певали гаудамус игитур картины и скульптуры он разбирал не иначе как с точки зрения их общественной полезности касаясь одной сюжетной стороны а архитектура для него просто не существовало гаудамус игитур будем веселиться начало старинной студенческой песни музыка фламандского композитора Жана Окегема около 1430-1495 годы надо еще прибавить что Скалон был легко уязвим в своем самолюбии при первом же подобии какого-либо пренебрежения к его особе он обижался и подолгу затем дулся не мудрено что наша дружба продлилась не более пяти шести лет и что уже на третьем курсе университета охлаждение в наших отношениях стало клонить к разрыву он все чаще стал манкировать нашими собраниями а там по окончании университета и начисто исчез с горизонта уже стороной до нас дошли слухи что Скалон к безграничному огорчению своей матери женился на ее прислуге простой деревенской девушке и удалился в какое-то захолустье на Волге где его толстовство лишенное всякой религиозной основы выразилось не только в приятии облика настоящего мужика но и в том что он стал питаться одним только черным хлебом и простоквашей мне думается впрочем что в основе такой судьбы Скалона разделенной тысячами подобных ему чистых и хороших душ лежали не столько толстовские убеждения сколько стихийный зов сквозь толщу культурных наслоений начал степного кочевника Гриша Калин представлял собой другую категорию типично российских людей по своему происхождению он был чистокровный пролетарий его отец служил швейцаром в доме стоявшем на углу десятой линии и большого проспекта Васильевского острова следовательно в самом близком соседстве с нашей гимназией и ютился этот привратник с женой и детьми в тесной душной и темной швейцарской но вот колесо фортуны сделало оборот и получилась полная совершенно театральная метаморфоза швейцар Емельян выигрывает в лотерею сто тысяч рублей что пожалуй равняется сотне миллионов нынешних франков и сразу из холопа превращается в барина однако ни сам Емельян ни его жена не оказались на высоте положения на радостях оба супруга предались столь беспутной жизни что уже через 3-4 года их обоих не стало оба скончались от белой горячки к счастью свалившееся на них богатство не было еще к этому моменту целиком растрачено и пропито оставался купленный на сумму отложенную по совету одного доброго человека дом тот самый дом в котором Калин швейцарствовал и благодаря доходу получаемому с этого дома опекун назначенный над сиротами смог дать им приличное воспитание и вывести их в люди я подружился со старшим из этих сыновей Емельяна Калина с другими же только встречался в их общей квартире впрочем одного брата Грише Александра я застал здесь в Париже в 30-х годах он служил чем-то вроде привратника при архивах по истории танца если я привожу всю эту генеалогическую справку то не потому что считал будто какая-либо печать такого низкого происхождения лежала на Грише Калине а скорее для того чтобы констатировать как раз обратное ничего ни в наружности ни в манерах ни в мышлении не выдавало того что Гриша принадлежит к разряду выскочек из низов с виду это был благообразный хорошо сложенный юноша с длинным тонким носом сообщавшим ему так же как Томасову некоторое сходство с Гоголем с близорукими щурящимися глазами красиво нарисованным ртом под едва пробивавшимися усиками в противоположность манере держаться с колона Калин отличался свободой движений и даже некоторой грацией таким несомненно его уже создала природа но кроме того он поддерживал и развивал гибкость тела своей страстью к гимнастическим упражнениям дошедшей у него до того что он одно время возмечтал посвятить себя карьере акробата ввиду этого Гриша построил в садике своего дома целые сооружения отвечавшие техническим требованиям акробатического искусства и тут можно было видеть в теплые светлые вечера Гришу в цирковом наряде в трико с поясом украшенным блестками вертящимся взлетающим прыгающим пользуясь трапециями барами гимнастическая палка кобылкой и тому подобное как раз через улицу через большой проспект находилось воспитательное заведение патриотического института учениц которого сидя по окнам с большим интересом глядели на упражнения этого полуголого юноши и в свою очередь эта публика подстрекала нашего гимнаста не щадить себя принимали участие в этих спектаклях и два младших брата Гриши тоже в розовых трико и в коротких расшитых блестками трусиках но вот надзирательницы института наконец догадались почему девицам так полюбилось сидеть у открытых окон и это им было запрещено разумеется не эта страсть Гриша Калина к акробатике послужила основой к нашему сближению напротив мы относились к ней неодобрительно смеялись над ним и чуть даже не презирали нашего приятеля за такое неумное препровождение времени нравилось же нам в Калине то что он отличался редким остроумием что он отлично и самостоятельно изучил великое множество литературных произведений как русских так и в переводе иностранных у него была исключительная память и он знал бесконечную массу стихов наизусть увлекаясь тем или другим произведением литературы он любил знакомиться и с биографиями их авторов влекли Калина к более углубленному знакомству с литературой и личные творческие побуждения он обладал несомненным даром излагать свои мысли и серьезно готовился стать писателем его юношеские произведения почти всегда в прозе очаровывали нас своим своеобразным стилем и сверканием тонкого юмора я пророчил Грише блестящее будущее и твердо верил что когда-нибудь мне будет лестно вспомнить про свою дружбу с таким замечательным человеком но таким пророчеством моим не суждено было сбыться еще студентом третьего курса юридического факультета Калин женился на миловидной но пустенькой барышне и с этого момента он буквально погряз в мелкомещанском быту когда я встречался с ним впоследствии он каждый раз каялся и уверял что заботы о семье не дают ему ни минуты времени для какого-либо творчества а над своими юношескими опытами он посмеивался как над ребяческой блажью в последний раз я застал Гришу в здании бывшей городской думы в том самом здании которое когда-то было местом службы моего отца это было уже при большевиках он занимал какой-то начальнический пост по снабжению населения пищевыми продуктами не то картофелем не то капустой и мне пришлось прибегнуть к его покровительству чтобы ускорить получение чего-то что выдавалось по карточкам Калин с величайшей готовностью помог мне тогда пройти через ряд бюрократических инстанций и я проводил его затем до его квартиры где-то в Коломне болтая с той же милой и причудливой непринужденностью с какой мы болтали когда-то у Майя или во время наших собраний у меня я очень в свое время ценил дружбу с Калином но мне помнится что он был довольно равнодушен к художеству и едва ли мои рефераты в нашем обществе самообразования о Дюрере Гольбейне Кранахе и французских художниках времен Наполеона которые Гриша выслушивал с примерным вниманием могли его побудить взглянуть несколько внимательней на то чем я и другие мои друзья интересовались больше всего Моя дружба с Костей Сомовым так же как и моя дружба с Валечкой Нувелем продолжалась до самой их смерти одно время эта дружба с Сомовым сделалась особенно тесной нежной но возникла она вовсе не сразу и не в стенах гимназии этот тихий замкнутый мальчик с неправильными чертами лица Зинаиде Гиппиус Сомов напротив напоминал какое-то божество виданное в Неаполитанском музее правда она познакомилась с ним несколько позже около 1895 года казался мне в течение трех лет что мы пробыли вместе в одном классе совсем неинтересным его слегка вздернутый нос его всегда плохо причесанные волосы все же лучше причесанные нежели мои его карие какие-то женские глазки его пухлые губки и даже неизменная коричневая куртка с бантом повязанный черный галстук все это вместе взятое составляло очень уж ребячливый облик без всякой прелести подлинной детскости я я уверен что Сомов года на два моложе меня и был очень изумлен когда выяснилось что он на несколько месяцев старше совершенным ребячеством было и все его поведение в гимназии его манера держаться особенно выражение его дружеских чувств к Диме философову непрерывные между обоями перешептывания смешки продолжались даже и тогда когда Костя достиг восемнадцати а Дима шестнадцати лет да и с виду Костя мало менялся и оставался все тем же мальчуганом каким я его застал когда поступил в гимназию кстати сказать эти институтские нежности между ним и Димой не имели в себе ничего милого и трогательного однако я был тогда далек от того чтобы видеть в этих излияниях что-либо предосудительное иначе относились к этому другие мальчики а наш товарищ Федя Рейс тот даже не скрывал своего брезгливого негодования с точки зрения известных моральных принципов меньше всего я мог тогда подозревать что Сомов станет когда-нибудь художником да еще к тому знаменитым художником и что его слава как бы затмит ту которая мне иногда мерещилась в моей карьере я знал что он сын известного историка искусства редактора художественного сборника вестник изящных искусств который получал мой папа но этот вестник представлялся мне чем-то необычайно мертвым и скучным а потому и к редактору его во мне выработалось полное недоверие которое как-то распространилось и на его сына мой отец также не очень жаловал старика Сомова с которым он часто встречался на разных заседаниях и в составе каких-то комитетов папа считал его придирчивым сухарем и мелочным каверзником лишь контрабандой проникшим в царство Аполлона однако познакомившись лично с Андреем Ивановичем Сомовым я постепенно во многом изменил свое первоначальное заочное мнение о нем совсем не одобрял я те рисунки которыми Костя подобно мне испещрял свои школьные черновики уже одним своим однообразием они меня отталкивали это были почти исключительно женские профили в которых Костя пытался воспроизвести черты актрисы французского театра Жанны Брендо пользовавшись тогда наряду с Люсьеном Гетри большим успехом благодаря своей красоте и таланту он увлекался этой статной брюнеткой и особенно нравился Косте ее действительно прелестный профиль и вот вариации на этот профиль и покрывали все страницы его учебных тетрадей лишь изредка чередуясь с совершенно ребяческими и вовсе неметкими карикатурами нигде не проявлялось проблеска того чем впоследствии пленил Константин Сомов тут не было ни фантазии ни острой наблюдательности другой связующей чертой между мной и Костей могла бы быть наша страсть к театру но и из обмена театральными впечатлениями с Сомовым в гимназии тоже ничего не выходило он как-то конфузливо замыкался и отделывался самыми бесцветными ответами если же я приставал он окончательно уходил в свою скорлупу и дулся то ли дело наши беседы с Валечкой нередко в ожидании учителя или в большую перемену переходившие в целые представления у наших товарищей долго оставалось в памяти как мы однажды изобразили ряд сцены с Кармен и между прочим шествие контрабандистов ступая по столам и скамейкам и распевая во всю глотку знаменитый хоровой марш представлены были и сцены из Ри Блаза и Марион Делорм несколько товарищей охотно помогали нам но всякие попытки вовлечь и Костю в такие действия встречали с его стороны отпор он густо краснел и чуть не плача замыкался а затем Костя не предупредив никого из товарищей покинул гимназию в которой кстати сказать он еще менее преуспевал нежели мы некоторые предметы ему не давались вовсе успех в других доставлял ему величайшие муки при этом он был убежден что только он один такой недоучка и бездарность когда после летних каникул 1888 года мы узнали что в новом для нас седьмом классе Сомова не будет то в общем мы не были особенно удивлены этим однако моему изумлению не было пределов когда я узнал что Костя для того покинул гимназию чтобы поступить в академию художеств Костя со своими профилями брендо и ребяческими каракулями и вдруг теперь оказался в стенах академии художеств той самой академии в которой год назад я потерпел довольно постыдную неудачу об этом будет рассказано в своем месте с этого момента и на некоторое время я почти совершенно теряю Костю из виду лишь изредка встречаясь на улице мы обменивались несколькими фразами но каждый раз он с грустью жалуется что его рисование в академии не подвигается и что его продолжает мучить сознание своей полной неспособности из известного чувства жалости и еще потому что как раз за самые последние месяцы в гимназии весной он успел таки занять скромненькое место в моем сердце я старался утешить Костю подбодрить вызвать в нем большую в себе уверенность делал я это однако без полного убеждения забегая вперед я тут же прибавлю что в такой же роли утешителя и ободрителя я продолжал пребывать и впоследствии тогда когда уже сам исполнился восхищение от пробудившегося таланта Кости и когда уже мы стали неразлучными друзьями но это сам Костя провоцировал меня на подобное участие в нем хотя я и сознавал что он в нем по существу совсем больше не нуждается мало того даже тогда когда его талант и мастерство стали очевидными широкому кругу ценителей когда фантазии возникавшие в его мозгу одна за другой ложились во всем очаровании совершенно своеобразной красоты на бумагу или на холст он сам продолжал считать что ему ничего не дается и искать во мне моральную поддержку от которой посмеиваясь я не отказывался хотя временами бывал склонен требовать в своих творческих сомнениях и в своей борьбе с техническими трудностями поддержку с его стороны впрочем Сомов в дальнейшем занял слишком значительное место в моей жизни чтобы я мог исчерпать все что имею сказать о нем в главе посвященной школьным товарищам глава восемнадцатая философовы я только что упомянул о том что между мной и Сомовым еще в гимназии но под самый конец его в ней пребывания стало намечаться нечто вроде дружбы возможно что этому способствовало то что кончились его вызывавшие во мне известные отвращения институтские припадки в которых выражались те нежные чувства какие испытывали друг другу оба мальчика Сомов и философов кончились же они потому что Дима философов перестал бывать в гимназии он все чаще болел и очень плохо выглядел родители видели причину этого в школьном переутомлении и его даже отправили за границу кажется на ривьеру он не был в Петербурге в течение нескольких месяцев таким образом Дима пропустил целый год учения и отстал от нас я не жалел о нем так как еще продолжал остерегаться его злословия его едких и подчас очень обидных сарказмов вздохнули свободно и другие наши товарищи особенно подвергавшиеся его насмешкам однако по прошествии года Дима снова оказался среди нас и это случилось потому что я и друг Валечка остались на второй год без экзамена в восьмом классе Дима таким образом нас отставших догнал к этому времени ядро нашего кружка успело уже вполне окрепнуть и тогда же возник вопрос включить ли в него и Диму большинство было против и особенно ратовали за недопущение философа Скалон и Калин которые бывали возмущены надменными манерами Димы во мне же проснулся какой-то задор мне захотелось покорить гордеца он пленил меня своим умом да и самим его аристократизмом сначала я убедил Валечку а затем и прочих в том что Дима нам нужен и странное дело гордец сразу поддался вероятно его томила изоляция Сомова уже не было в гимназии и он пошел нам навстречу через несколько недель я стал встречаться с Димой не только в школе как-то я его привел к себе увлекшись беседой с ним на пути из гимназии а через два дня он в свою очередь затащил меня на галерную дом номер двенадцать где проживал но в другом конце улицы и Валечка эти домашние посещения стали затем учащаться и постепенно я совсем вошел в семью философовых в которой меня приняли с необыкновенным радушием тут между прочим сразу выяснилось что Димины горделивые манеры вовсе не являются отражением воспитавшей его среды что напротив он и в этой среде представляет собой исключение некоторое время спустя стало сказываться и мое влияние на Диму он оказался несравненно более мягким и податливым нежели это казалось раньше он видимо привязался ко мне и к Валечке в его тоне неожиданно появились сентиментальные нотки шутки его остались такими же острыми но теперь они бывали направлены на других а не на нас совершенно же очевидным стало то что он подвергся моему влиянию в отношении к художеству до которого даже до музыки ему до тех пор было мало дела выразилось это между прочим в том что и он стал покупать книги по искусству будучи человеком чрезвычайно одаренным с умом пытливым и исполненном какого-то пиетета к самой идее культурности он быстро освоился с этой совершенно новой для него сферой прибавлю впрочем что он в эти годы какой-то подготовки к дальнейшему на все глядел моими глазами и был во всем согласен со мной можно сказать что он стал моим совершенно верным учеником по вопросам живописи и других пластических художеств он никогда со мной не спорил чего нельзя сказать про Валечку у которого то и дело прорывались попытки выявить какую-то независимость и индивидуальность но у Валечки это было в натуре он протестовал потому что без протеста не мог существовать однако мне не стоило большого труда эти вспышки мятежа подавлять Диме видимо нравилось что он вошел в какой-то совершенно новый мир но в свою очередь и мне очень нравился весь быт философовых нравился мне и каждый член семьи в отдельности состояла эта семья из отца и матери Димы Владимира Дмитриевича и Анны Павловны урожденной Дягилевой из сестер Марии и Зинаиды и из братьев Владимира и Павла все они каждый в своем роде были довольно характерные фигуры Владимир Дмитриевич был уже очень старый человек любопытно что все наши родители были старыми мой отец отец Сомова отец философова матушка Нувеля высокий худой слегка сутуловатый черты лица его особенно его припухшие глаза носили явно монгольский характер а борода усы и брови придавали ему что-то типично российское простонародное в комнате Димы висела фотография Владимира Дмитриевича в облачении коронационного герольда с двуглавым орлом на долматике и нужно сознаться что этот костюм вовсе не подходил ни к его лицу ни к его фигуре с тех пор с 50-х годов философов успел сделать если не блестящую но все же очень видную карьеру состоя прокурором в военном суде он даже стяжал себе славу сурового неумолимого блюстителя закона за последние годы он более не занимал столь ответственного поста и заседал на покое в государственном совете как раз в те же годы начало моей дружбы с Димой состоялся юбилей Владимира Дмитриевича и поговаривали о том что он за свои заслуги будет возведен в графское достоинство однако этой чести он не удостоился зато был награжден особенно почетным орденом святого Владимира первой степени как-никак Владимир Дмитриевич был весьма высокопоставленной персоной однако в его манерах это не сказывалось ни в отношениях с родными ни даже с такими двумя юнцами какими были мы оба друзья его сына напротив он проявлял в отношении нас какую-то изысканную любезность охотно с нами шутил а то что он слегка заикался придавало его речь какую-то я бы сказал своеобразную уютность нравилось мне в нем и то что в его спальне в комнате обширный но лишенный окон вечно горела лампада перед большим образом нерукотворного спаса копия скореджи и что его кот Васька был чем-то вроде ближайшего его друга надо при этом пояснить что я сам страстный поклонник кошачьей породы и что для меня человечество делится на две половины одна мне особенно близка потому именно что она чтит кота мурлыку а другая мне несколько чужда именно потому что она не признает сверхъестественные прелести этих очаровательных существ и относится к ним с пренебрежением а то и с отвращением кот Васька Владимира Дмитриевича пользовался в доме необычайными привилегиями он то и дело вскакивал на колени своего сановного хозяина друга и устраивался на них как дома а любимым местом его более обстоятельного отдыха служили полки богатой но очень скучной юридической библиотеки Владимира Дмитриевича Владимир Дмитриевич был известен и почитаем в специальной среде принадлежавшей к высоким рангам бюрократии напротив мать Димы была поистине знаменитой на всю Россию дамой и имя ее пользовалось чрезвычайной популярностью особенно среди передовой интеллигенции философа Анна Павловна 1837 1912 одна из активных русских общественных деятельниц вместе с Бикетовым Конради Стасовой Бестужевым Рюмином философа была в числе учредителей петербургских высших так называемых Бестужевских женских курсов 1848 год домашняя жизнь философовых на фоне неизменной преданности супругов друг другу характеризовалась обостренными идейными конфликтами достигшими особенного накала на рубеже 70-х и 80-х годов когда философов вел борьбу с заговорщиками а философова была выслана правительством за границу за ее сочувствие освободительному движению позднее когда в имении философовых богдановском начались заседания участников будущего мира искусства а затем и самой редакции журнала на смену спорам философовой с мужем пришли ее столкновения с сыном и его друзьями мировоззрение которых складывалось в борьбе с теми идеалами 60-х годов в которых воспиталась сама философова этими расхождениями во взглядах объясняется во многом и тот иронический тон которым пронизан отзыв Александра Николаевича Бенуа более объективную оценку личности Анны Павловны философовой Бенуа дал в газете речь 15 ноября 1915 года в рецензии на книгу Тырковой Анна Павловна философова и ее семья сборник памяти Анны Павловны философовой том 1 Петроград 1915 год в которой собраны обширные материалы о семье философовых и в частности об отношении Анны Павловны философовой к кругу друзей ее сына в период образования мира искусств О ней ходили всякие слухи в значительной степени обоснованные говорили об ее увлечениях различными революционерами но еще более о ее служении делу революции между прочим тогда очень распространен был анекдот будто на двух концах той казенной квартиры которую философовы занимали до их переезда на Галерную находились кабинет Владимира Дмитриевича и гостиная Анны Павловны и вот в кабинете страшный прокурор не покладая пера подписывал один приговор за другим к расстрелу к расстрелу тем временем как в гостиной Анна Павловна принимала самых отъявленных террористов кокетничая с ними восхищаясь их доблестью разумеется этот анекдот не более как грубая лубочная картинка однако все же он в известной степени соответствовал истине в отношении Анны Павловны никогда в России девятнадцатого века даже в дни самой темной реакции и борьбы с крамолой человеческая жизнь не зависела от произвола какого-либо одного административного лица зато вполне достоверно было то что Анна Павловна увлекающаяся горячая со всей страстностью своей натуры отдавалась тому делу которое она считала абсолютно правым она даже до того ревностно относилась к своему служению что вовлекла в него и своего старшего сына Володеньку и свою старшую дочь Марию которым она давала иногда весьма рискованные поручения заставляя их передавать кому нужно всякие подпольные инструкции и документы или укрывая и всячески спасая от полиции лиц опаснейших для существующего порядка эта деятельность Анны Павловны привела наконец к тому что не только ее попросили покинуть пределы России но и достижение Владимира Дмитриевичем того министерского поста до которого оставалось сделать всего несколько шагов стало навсегда невозможным тогда-то его и определили в государственный совет считавшийся не без основания чем-то вроде богодельни для престарелых сановников все это когда я вошел в семью философовых было уже делом прошлым но впрочем не очень давним Анне Павловне уже снова было разрешено жить в России в столицах да и в ней самой и ее делах от прежних опасных революционных увлечений оставались лишь воспоминания зато Анна Павловна и прежде посвящавшая немало своей энергии благотворительности и делу женского образования теперь всецело отдалась именно этим задачам почти все ее время уходила на заседания комиссии на беседы с профессорами с делегациями курсисток на слушание докладов и так далее должен при этом сознаться что насколько Владимир Дмитриевич мне нравился своим величаво ласковым спокойствием настолько меня скорее раздражала суетливость и вечная взволнованность Анны Павловны она нередко заходила в комнату Димы где происходили наши часами длившиеся беседы и каждое такое посещение носило будоражащий характер она то являлась точнее врывалась с сияющим лицом и захлебываясь от счастья сообщала нам о какой-либо победе на фронте просвещения то напротив войдя валилась на диван и заливаясь слезами настоящими слезами негодовала на какие-либо новые репрессивные меры или ужасалась по поводу гибели тысяч людей от повальных болезней и от голода казалось бы что эти излияния должны были бы трогать наши юные сердца однако в них всегда звучала та нотка истеричности и в то же время та характерная барская безалаберность которые лишали эти излияния своей действенности Дима при своей нежности к матери не мог скрыть в таких случаях своего конфуза а я не показывая вида что меня эти восторги или ламентации шокируют все же весь как-то сжимался было еще в этих жалобах и восторгах и нечто от вечно женственного когда-то Анна Павловна была одной из пяти самых красивых дам петербургского общества одной из этих пяти была жена моего дяди Сезара о чем любила вспоминать матушка Валечки Матильда Андреевна и подобные излияния могли служить в сильной степени ее чисто женскому обаянию ими она и пленяла своих бесчисленных поклонников часть которых была прототипами тургеневских героев но в 1889 году Анна Павловна утратила и последние следы своей красоты и прелести ей еще не было шестидесяти лет однако ее сильно отяжелевшая фигура получила какую-то почти старушечью рыхлость а черты ее лица заплыли и потеряли всякую чеканность вечная ее ажитация смех плач возмущение ликование углубили складки ее полного не слишком отчетливо сформированного рта и особенно ее старил двойной подбородок я не стану в подробности говорить о других членах семьи философовых скажу только что брат Поленька Павел бывший года на три старше Димы был типичным военным он служил в конно-гренадерах это был славный приятный несколько простоватый малый в семье философов он представлял такой же декоративный элемент какой в нашей представлял мой брат Николай что же касается до сестры Димы бывшей на год или на два старше его то это была пикантная высокая с маленькой головой брюнетка большая хохотунья и дразнила то была эпоха когда в моем романе жизни произошел разрыв точнее перерыв о чем дальше и возможно что я серьезно увлекся бы этой очень мне нравившейся девицей если бы она не была уже невестой женихом же ее был наш давнишний знакомый Саша Александр Николаевич Радьков Рожнов друг моего кузена Жени Ковоз было время в начале восьмидесятых годов когда я чуть ли не ежедневно видел Сашу Радькова в компании с другим Сашей Панаевом на даче дяди Сезара в Петергофе где оба считались возможными женихами моих кузин бывали оба Саши и у брата Альбера они произвели сенсацию на одном маскараде явившись в виде испанских иезуитов иначе говоря двух Дон Базилио Саша Радьков был очень высокого роста Саш Панаев был почти что карликом У обоих были сожженные черные шляпы и черные мантии которые волочились по полу Лишь крайне редко я видел у Димы его старшего брата Володеньку Он занимал в это время пост вице-губернатора Псковской губернии Дима был лет на двадцать моложе его и несколько чуждался брата Определенно же он ненавидел его первую жену урожденную или в первом браке бывшую княжну или княгиню Шаховскую про которую рассказывали что она влюбившись в философова насильно женила его на себе С Володенькой и его второй женой мы с Анной Карловной очень подружились когда в 1924 26 годах жили в Версале Это оказался самый милый добрый и необычайно скромный человек Он лицом походил на отца но был гораздо меньше его ростом Еще реже бывала в Петербурге старшая сестра Димы Мария Владимировна которая как и брат Владимир совершенно отреклась от прежнего революционного дилетантизма Она была замужем за генералом Каменецким и проживала далеко в провинции где ее муж командовал какой-то частью Мария Владимировна была статной красивой но не очень симпатичной дамой К нам она относилась чуть свысока как к мальчишкам друзьям ее маленького брата Приятнейшее впечатление производил двоюродный брат Димы тоже Дима Дмитрий Александрович носивший однако среди своих вполне заслуженное прозвище Толстого Димы Считалось что перед ним открыта блестящая карьера и действительно он дослужился после первой революции до министерского поста государственных имуществ однако судьба не дала ему пробыть долго на этом посту Он скончался от разрыва сердца во время какого-то торжественного спектакля в Мариинском театре Мне он чрезвычайно нравился всей своей подлинно барской манерой и своим тонким юмором Мне нравилась и его жена Они были молодоженами Мария Алексеевна в первом браке Бибикова У них на квартире тоже на галерной в 1890 году были затеяны нами уроки фехтовального искусства Это было довольно весело но и очень утомительно Был еще один член семьи философовых к которому я сразу почувствовал большое расположение То была ключница Дуняша За недосугом у Анны Павловны заниматься домашними делами все ведение хозяйства лежало на этой толковой спокойной и безгранично преданной своим господам уже довольно пожилой женщине Зато все философы и относились к Дуняше не как к прислуге а как к родной как к другу Это выражалось уже в том что Дуняша бывшая крепостная занимала за обедом председательское место во главе стола и она разливала суп тогда как Анна Павловна садилась куда попало Самый стол у философов не отличался изысканностью и был самым что ни наесть домашним Даже наши меню тоже незатейливые могли казаться утонченными рядом с тем что случалось мне едать на частых семейных пиршествах у философов Но все было очень вкусно и подавалось в чрезвычайном изобилии Особенно я ценил те угощения которые Дуняша ставила к вечернему чаю и которые были ее изготовления Будучи вообще лакомкой и сластеной я особенно ценил Дуняшины засахаренные дули маленькие груши Вполне домашним диктатором Авдотья Егоровна становилась во время летних месяцев проводимых в родовом имении философовых Богдановском Псковской губернии Там в смысле всяческого варенья соленья маринования плодов и овощей она развивала чрезвычайную деятельность доставлявшую ей массу забот но и немало наслаждения Именно то что у философовых было родовое имение что они были люди от земли что в основе это были помещики что еще совсем недавно до 19 февраля 1861 года они владели крепостными иначе говоря были рабовладельцами что об этом самом Богдановском то и дело вспоминалось в беседах о жизни же в Богдановском говорили как о каком-то Эльдорадо все это сообщало в моих глазах особый колорит всему философовскому быту в этом лежало если и не сразу мной тогда осознанное но все же глубокая разница между их домом и нашим ведь мы Бенуа были чисто городскими людьми мои родители не владели ни единым клочком земли если не считать территории под нашим домом помещичья же природа философовых давала всему их быту своеобразную прелесть несмотря на давность своего рода считалось что родословные их доходят до времен Владимира Святого и до крещения Руси несмотря на то что многие предки их занимали высокопочетные места при древних князьях и царях их нельзя было причислить к аристократии придворного круга и вместе с тем это не была и буржуазия это был тот самый класс к которому принадлежали все главнейшие деятели русской культуры восемнадцатого и девятнадцатого столетий создавшие прелесть характерного русского быта это класс из которого вышли герои и героини романов Пушкина Лермонтова Тургенева и Толстого этот же класс выработал все что было в русской жизни спокойного достойного добротного казавшегося утвержденным навсегда он выработал самый темп русской жизни его самосознание и систему взаимоотношений между членами одного семейного клана всякие тонкости русской психологии извилины типично русского морального чувства возникли и созрели именно в этой среде бывая у философов я проникся особого уважения ко всему этому столь своеобразному и до той поры мне ведомому лишь через книжки и вымыслы поэтов с внешней стороны этот быт мало чем отличался от нашего но по существу то были все же миры различные и для ознакомления с этим бытом вовсе не требовалось какое-то наведение справок какие-то объяснения бывая в доме философовых я постепенно и незаметно для себя познавал его природу и через это познание стал лучше понимать и любить самую суть русской жизни мне кажется что главная причина почему я сошелся с Димой а через него и с Сережей Дягилевым лежала именно в этой атмосфере через которую я открывал пресловутую русскую душу эта атмосфера философовского дома особым образом действовала и на самого Диму находясь в ней он терял свою природную колючесть вернее она смягчалась сглаживалась он становился проще доступнее да и позже кузен Димы Сережа Дягилев попадая в нее заметно менялся он переставал быть заносчивым он терял значительную часть своего провинциального дурного тона в этом доме несмотря на полную непринужденность нацарившее в нем почти непрерывно веселое настроение на массу молодежи на временами очень разношерстное сборище людей всегда царил хороший тон который не надо смешивать с рецептами светского приличия а который естественно рождался и процветал и во мне действие этого хорошего тона выражалось между прочим в том что я не переставая веселиться у философов не корчил из себя шута не ломался и не фиглярничал чем я огрешил извящего самолюбия и желания обращать на себя внимание с раннего детства веселились же у философов часто и по всякому поводу собиралась масса народу старого и молодого какие-то генералы адмиралы и сановники засаживались за карты с почтенными дамами кузены и кузены кузенов а то и дяди помоложе тут же дурачились как малые дети играли в маленькие игры спорили разыгрывали шарады почти всегда все это переходило в танцы и в таких случаях в самой просторной комнате квартиры в почтенном чуть мрачном кабинете члена государственного совета ставилась пианино обыкновенно находившаяся в Диминой комнате и я или Валечка лихо разыгрывали наш салонный репертуар вальсы польки мазурки кадрили меньше мы любили когда Анна Павловна заставляла знаменитого адвоката Герарда говорить стихи его специальностью был Альфред де Мюссе но то как он не без аффектации произносил французские слова вызывало в нас слушателях мучительные припадки едва подавляемого смеха из отдельных фигур дома философовых мне еще припоминается родственник Димы Сергей Никлюдов человек уже не молодой и может быть по своему служебному положению и важный предпочитавший однако наше общество своей зрелой и перезрелой компании это был тоже характерный русский барин большой остряк балагур и бонмутист острослов он чудесно рассказывал анекдоты подчасы очень рискованные но подносил их в формах абсолютно корректных несколько обрюзгший заплывший с неряшливо содержавшейся желтоватой бородкой одетой по-домашнему Никлюдов все же сохранял облик настоящего барина и этим своим барством очаровывал из наших же сверстников я особенно выделял у философовых двоюродных братьев Димы Павла Георгиевича Корибут Кубитовича и Николая Ивановича Дягилева оба они в то время жили на одной квартире и почти никогда не разлучались Коля Дягилев учился игре на виолончели он был скромным застенчивым молчаливым молодым человеком с виду это был красивый статный блондин с бородкой Генриха четвертого однако по существу он являлся чем-то тусклым и в обществе не обращал на себя внимания но как раз тусклость Коли Дягилева еще более выдвигала выдержанную характерность его друга Павки Корибута представлявшего собой еще одну разновидность русского средневысшего сословия если обаяние Никлюдова было скорее довольно понятного свойства то Павка являл собой некую загадку В разные эпохи жизни я сближался с Павкой и даже дружил с ним в его ласковости в его готовности соглашаться и вместе веселиться а когда нужно то соболезновать и сокрушаться была масса прелести этим духовным чаром соответствовала и его типичная российская наружность вся его круглота его окладистая боярская почти белая от белокурости борода его столь охотно расплывавшийся в широкую улыбку или грустно сжимавшийся рот его розовые пухлые щеки наконец его по-детски захлебывавшийся дисконтовый говор недаром Сережа Дягилев выписав его в 1923 году на свой счет из советской России и устроив его без всякого определенного дела при своей особе говаривал что он это сделал для того чтобы иметь под рукой какое-то подобие валерьяновых капель при всем том с Павкой было трудно сойтись по-настоящему не то он как-то не допускал до последних тайников своего я не то он не внушал к себе полного доверия с особой строгостью случалось обвинять Павку в двуличии Диме и не раз такие обвинения принимали бурный характер Павка же сносил эти нападки с чисто христианским смирением трогательно оправдывался чуть что не плакал надо при этом заметить что этот отпрыск Гедеминовичей был далеко не глупым человеком а когда нужно было то он умел себя показать и с деловой стороны так говорят он не без достоинства в течение нескольких лет исполнял в провинции должность официального опекуна а во время первой мировой войны он обнаруживал большое и толковое усердие в заведовании лазаретом еще несколько слов о жилище и об обстановке философов незадолго до моего знакомства с ними они еще занимали огромную казенную квартиру у поцелуева моста но я этого великолепия не застал с момента же постигшие Владимира Дмитриевича опалы в начале восьмидесятых годов обрушившиеся на него вследствие уж чересчур нелояльного поведения его супруги философовы занимали целый второй по русскому счету этаж в доме номер двенадцать по Галерной улице в двух шагах от Синода и Сената в этот же дом с другого конца той же улицы перебрались около 1891 года и нувели в квартиру как раз над философовами но занимавшую лишь часть площади последней дом был старинный и обладал как некоторыми преимуществами так и значительными недостатками таких домов комнаты были просторные но целых две у нувелей одна были темные комната дима длинная и узкая тоже была наполовину темная что однако не отнимало у нее приятности обстановка философовых не отличалась роскошью и не содержала кроме нескольких картин художественных редкостей но это была добротная и вполне комфортабельная обстановка на старомодный лад кресла диваны и стулья в кабинете Владимира Дмитриевича и в комнате Димы были крыты зеленым репсом мебель в гостиной и в спальне Анны Павловны голубым и темно-синим штофом единственным свидетелем прежнего великолепия у философовых был десяток старинных картин остатки собрания деда Димы и несколько фамильных портретов среди последних особенно примечательны были портреты Дмитрия Ивановича философа писанной Кипренским и изображающей этого круглолицого в бачках курчавого брюнета с затейливым чебуком в руке и другой работы Венецианова портрет бабушки Димы даму уже не совсем молодой в чипце томно склонившей голову на бок портрет портрет Дмитрия Николаевича философа кисти Кипренского находится ныне в музее изобразительных искусств армянской СССР в Ереване портрет философа работы Венецианова в государственной Третьяковской галерее портрет Владимира Дмитриевича философа ребенком в Псковском областном краеведческом музее исследователи высказывают сомнения в принадлежности портрета философова и упоминаемых далее Александром Николаевичем Бенуа изображений интерьеров дома философовых в Богдановском кисти одного живописца смотрите Алексеева художники школы Венецианова Москва 1958 год страница 175 Меня еще более нежели эти два портрета притягивал большой портрет самого Владимира Дмитриевича ребенком трех лет висевший в простенке между окнами Диминой комнаты Тихенький пай мальчик в красной русской рубашке был изображен сидящим на высоком детском стуле на фоне деревьев сада под колоннадой домовой кераз Он был занят своими лежащими на полочке прилаженной к стулу игрушками среди которых особенно обращал на себя внимание вырезанная из игральных карт карета запряженная парой лошадей Самое примечательное в этой очень старательно и не без мастерства исполненной картине было то что она являлась произведением крепостного художника философовых который был и автором каретки и других разбросанных игрушек этому же ученику Венецианова принадлежали и два интерьера того бревенчатого дома который был наспех домашними средствами построен в Богдановском после того как сгорел великолепный прежний украшенный колоннами дом меня меня самый факт существования такого собрата по искусству еще совсем недавно всего лишь лет сорок до моего рождения пребывавшего в рабском состоянии и в таком же состоянии кончившего свой печальный век озадачивал и изумлял а на портрет деда Димы я поглядывал с недоброжелательством как на жуткого жестокого крепостника в то же время о просвещенности этого деспота свидетельствовало как раз то что он создал из холопа художника так и те очень недурные старинные картины которые спасенные от пожара все еще украшали стены гостиной Анны Павлны среди этих картин была большая Клеопатра во вкусе Гвидоренни и несколько маленьких голландцев я не уставал любоваться пирушкой в духе Дирка Хальса которую я охотно приписываю мастеру более изысканному и интересному Бейтевеху к большой моей досаде мне не удалось впоследствии пристроить эту картину в Эрмитаж ее пожелал продать Дима после смерти матери и картина ушла за границу в кабинете висел еще один портрет Дмитрия Философова писанный художником Гольппейном и изображавший его уже в старости стоящим спиной к зрителю но отражающимся лицом в зеркале кроме того там же висела прелестная картина одного из лучших учеников Венецианова Крылова изображавшая деревенскую кухню и в ней сидящую прямо на полу перед топящейся плитой кухарку этот перл раннего русского реализма был впоследствии при моем посредстве приобретен русским музеем где вероятно он находится и по сей день картина кухни находится в государственном русском музее однако до сих пор окончательно не установлены ни авторство по отношению к ней Крылова ни факт его ученичества у Венецианова смотрите Алексеева художники школы Венецианова Москва 1958 год страница 175 глава 19 окончание гимназии однако пора вернуться к самой гимназии Майя рассказать как мы ее окончили весной 1890 года нормально я должен был бы покинуть школу годом раньше но я и Вальчика за последнее время так нерадиво относились к нашему учению мы до того оба были поглощены своими разными внешкольными интересами и переживаниями что несмотря на успехи у Мальхина и у Блумберга мы оказались последними в классе уже задолго до Пасхи стал ходить слух что пожалуй нас обоих и вовсе не допустят до выпускных экзаменов и поэтому я не был особенно удивлен когда увидел утром 25 марта входившим к нам в залу я как раз сидел за роялем самого Карла Ивановича вышедший к нему навстречу мамочке он без обиняков но в очень грациозной форме объяснил причину своего столь неожиданного визита сегодня благовещение однако я не с благой вестью к вам Камилла Альбертовна прихожу ваш сынок к крайнему сожалению не может в этом году держать экзамены он слишком запустил свое учение и так далее с той же игрой слов насчет благовещения и с той же речью но уже по-немецки май предстал затем перед Валечкиной матушкой родители были очень огорчены такой новостью особенно папа для которого она была полной неожиданностью за последние годы он как-то вообще потерял меня из виду напротив мы с Валечкой встретили неблагую весть почти с ликованием ведь перед нами открывалась весна совершенно освобожденная от сопряженной с этим временем года пыткой экзаменов первым нашим делом и было убрать подальше с глаз ненавистные учебники и тетради Ужас перед экзаменами возобновился однако через год весной 1890 года Сидение второй год в восьмом классе облегчило нам отчасти задачу и мы благополучно одолели эти страшные выпускные испытания Тому не помешало даже то что наша театромания приняла еще более страстный характер с января 1890 года благодаря спящей красавице возобновилось с удвоенной силой мое совсем было за последние годы остывшее увлечение балетом а тут еще во время великого поста снова после пяти лет приехали мейнингенцы и я стал каждый вечер пропадать на их спектаклях имеются ввиду спектакли немецкого мейнингенского театра основанного в городе мейнингене столице саксон мейнингенского герцогства в 1866 году его главным режиссером становится кронок под руководством которого театр в 1884 90 годах гастролировал в европейских странах дважды в 1885 и 90 годах посетив Петербург основными для театра были пьесы классического репертуара Шиллера Разбойники Марии Стюарт Дон Карлос Лагерь Валенштейна Пик Колумини Смерть Валенштейна Вильгельм Тель и другие Шекспира Гамлет Укращение Строптивой Юлий Цезарь и другие ставились также пьесы Гёте Мольера Гриль Парцера и других Важнейшее значение придавалось художественной цельности в исполнении режиссерского замысла достигаемой тщательной слаженностью всех элементов спектакля при этом со мной произошло и нечто непредвиденное после пятилетнего промежутка и благодаря моим же собственным рассказам впечатления от этих представлений успели приобрести в моей памяти какой-то легендарный характер я поверил в собственные преувеличения и когда теперь стало возможным проверить эти мои собственные рассказы то я увидел до чего многое в них присочинено отсюда внутреннее разочарование что однако я тщательно скрывал даже от себя стараясь уверить себя что я и на сей раз наслаждаюсь в той же мере как то было в их первый приезд мало того я даже вздумал на сей раз сам поступить в Менингенскую труппу чему способствовало то что мы свели с Валечкой личное знакомство с главными артистами кроме того мне очень нравилась одна совсем юная прихорошенькая сотрудница фрейлейн Клара Марквард знакомство с которой ограничилось лишь тем что дождавшись ее выхода из артистического подъезда Александринского театра я помог ей сесть в казенную карету за что получил при очаровательной улыбке благодарность в двух словах спасибо сударь по-немецки наше знакомство с другими актерами произошло благодаря тому что Валечка узнал в одном из них в комике Пауле Линке того курортника с которым он встречался лет пять назад на водах не то в Баден-Бадене не то в Виз-Бадене этот профессиональный весельчак вовсе нам не был симпатичен а его пошловатые уловки смешить публику были безвкусны но стоило ли обращать внимание на такие пустяки когда этот же господин мог нас приблизить к самому Юлии Цезарю маститому Паулю Рихарду к самому Бруту Карлу Вейзеру или к хорошенькой Жанне Дарк Элизабет Хруби У нас завелся тогда обычай после каждого спектакля ходить с этими господами ужинать в скромный ресторанчик на Малой Садовой и вот за одним из таких ужинов состоявших обыкновенно из яичницы с ветчиной или из Бевстроганова я и решился открыть Паулю Рихарду что мечтаю к ним присоединиться для какой цели я уже выучил наизусть комическую проповедь Капуцина из Валенштейна и негодующую речь графа Дюнуа из первого акта Орлеанской Девы начинающуюся словами нет я это больше не могу терпеть я отказываюсь от этого короля мало того считая себя уже актером я поспешил сбрить бороду и усы которые покрывали щеки губы и подбородок с густотой не соответствовавшей моим годам но милый старый Рихард к которому я бы спылал тогда каким-то подобием сыновней нежности счел своим долгом меня разубедить он указал и на трудности их кочевой жизни и на скудное вознаграждение и особенно на то что мне пришлось бы много упражняться чтобы отделаться от моего не совсем правильного произношения немецкого языка я смирился и на этом кончилось то что я тогда был склонен считать своим основным призванием заключительным проявлением нашего поклонения Мейнингенцем было поднесение труппе адреса украшенного моим рисунком в старогерманском стиле и содержавшего двадцать строк самой выспренней немецкой прозы все это было сущим ребячеством но в своем роде и чем-то трогательным большого труда стоило нам собрать подписи после того как мы трое нувель философов и я поставили свои необычайно размашистые розчерки дядя Мишка Вос хоть и был поклонником Мейнингенцев наотрез отказался а кузен Сережа Зарудный хоть и поставил свою подпись но предварительно жестоко высмеял нашу затею зато нам удалось подцепить одного титулованного а именно некоего князя Аматуни приятеля моего приятеля еще со времен Суки Мити Пыпина этот Аматуни случайно оказался в театре на последнем спектакле Мейнингенцев и будучи любезным человеком не воспротивился нашей просьбе но едва ли сами Мейнингенцы обратили должное внимание на наше подношение Возможно даже что наш пергамент порученный Линку оказался в отельной корзине для бумаг С момента отбытия Мейнингенцев и до первых наших экзаменов оставалось не более двух месяцев и теперь за эти 60 дней надлежало приложить сверхчеловеческие усилия чтобы без позора для себя и для гимназии завершить свое среднее образование И на сей раз древние языки и несколько других предметов нас с Валечкой не тревожили Зато мы продолжали быть отвратительными математиками и пришлось снова обратиться к помощи лица обладавшего в нашей семье репутацией прямо-таки гениального чудодея в смысле подготовки и самых отсталых учеников Три года до того появилась в нашем доме эта фигура одна из самых живописных когда-либо мне встречавшихся Теперь же Иван Дмитриевич Дмитриев был снова призван дабы в ускоренном порядке приняться за нашу тренировку в математике Задачу он исполнил с обычной удачей и благодаря этому мы не опозорились Рекомендован был нам Иван Дмитриевич милым обером Однако советуя обратиться к Дмитриеву он несколько смутил мамочку сообщив об одном уж очень оригинальном условии которое его протеже ставило относительно гонорара Это условие заключалось в том чтобы к каждому уроку ставились две бутылки пива Не предупреди заранее обера такой причуде мамочка наверное остереглась бы доверить сынка какому-то пьянчуге Но Иван Дмитриевич не был пьяницей Хоть и выпивал он за день бывая на разных уроках полдюжины а то и больше шампанского для пролетариев Преподавание его неизменно отличалось совершенно исключительной ясностью мысли Просто его натура требовала такого подкрепления Самый облик Ивана Дмитриевича был в своем роде замечательным Не будучи вовсе тучным он все же производил впечатление толстяка чему способствовало как добродушное луноподобное гладко выбритое лицо с двойным подбородком так и необычайно широкие плечи и манера держаться пузом вперед Ноги же у Ивана Дмитриевича были скорее тонкие но покоились они опять-таки на колоссальных ступнях Иван Дмитриевич брил бороду и напоминал тех приверженцев скопической ереси которые заседали в меняльных лавках но густой бас доказывал что это сходство обманчиво и что он мужчина в полном смысле слова басом своим Иван Дмитриевич гордился и состояв в хоре своей приходской церкви зычностью своего голоса он покрывал даже громоподобные возгласы дьякона опять-таки в противоречии с этим величественным голосом находился в нашем учителе совершенно детский взор его глаз и его светлые наивно завивающиеся волосы а также его визгливые чисто бабьи хихиканье мне этот его смех и то как он при этом бантиком складывал губы как вздрагивали его щеки как заплывали глаза и как всего его начинало качать и трясти доставлял такое удовольствие что я всячески старался его рассмешить не щадя подчасы его девственного целомудрия зальется Иван Дмитриевич и вдруг вспомнит о своей высокой миссии хлебнет пенистой влаги густо крякнет приосанится и со строгим видом проговорит всегда одну и ту же фразу ладно ладно а теперь давайте решим еще одну задачку по алгебре вернувшись к исполнению долга он и ученика заставлял снова напрячь все свое внимание судьба судьба В сущности, в каком еще аттестате нуждался человек, который и труднейшую задачу решал сразу, на глаз, который и самую сложную теорему мог объяснить так, точно это сущие пустяки. Впрочем, ни одно отсутствие диплома обусловило род существования и образ жизни Ивана Дмитриевича, а то, что он был до какого-то юродства скромный, незлобивый и бескорыстный человек. К тому же и ревностный христианин. Одет он был всегда в неизменный старомодный долгополый сюртук с широко раскрытым жилетом. Отложной воротничок безупречно белой рубашки только еще подчеркивал то, что было в нем детского. Таким он явился к нам в первый раз, когда ему было не более 25 лет, и совсем таким же я его видел 30 лет спустя, уже в качестве учителя-репетитора, дававшего уроки моему сыну. За эти годы он успел просветить мозги многочисленным нашим племянницам и племянникам. Дальнейшая судьба Дмитриева мне неизвестна. Наконец подошли и грозные дни выпускных экзаменов. Как нарочно за несколько дней до них начала распространяться весть, что на них будет присутствовать какой-то необычайно свирепый попечитель учебного округа. И это для того, чтобы проверить, происходит ли в нашей частной гимназии преподавание согласно с последними предписаниями Министерства народного просвещения. Этот слух порядком нас напугал и деморализовал. Однако после первого же испытания мы убедились, что особенных бед нам не грозит со стороны этого господина со звездой на груди, а вскоре нашлось и правдоподобное объяснение его снисходительности. Дело в том, что среди нас уже года два или три, как находился юноша, не без основания считавшийся за полуидиота. Каким чудом он дошел до последнего класса, оставалось невыясненным. Но факт был налицо. Он был среди нас, восьмиклассников, и ему все прощалось. Учителя его всячески тащили. Даже гордый и независимый Мальхин, и тот как-то по-особенному относился к нему, и никогда его не вызывал, не желая отягощать свою профессиональную совесть, предписанным кем-то снисхождением. Такое ультрапривилегированное положение нашего товарища объяснялось тем, что Митя Куламзин был сыном одного из важнейших персонажей империи российской, управляющего делами комитета министров, и что этот сановный родитель, если и не мог питать иллюзии насчет достойной карьеры своего сына, все же желал доставить ему кое-какие права. Получив аттестат зрелости, Дмитрий Куламзин не поступил бы в университет, где уже на отличном счету состоял его брат, а был бы назначен куда-нибудь в провинцию, где он и прокоротал бы свой век, как всякий другой, не особенно далекий, но одаренный связями русский гражданин. У меня в юности была болезненная жалость ко всякого рода калекам и убогоньким. Я и к Митю Куламзину относился с большим участием, нежели остальные товарищи. Мне хотелось найти доступ до потемок его души и попробовать вывести его сознание из того полудремотного состояния, в котором он пребывал. Выучили же Митю читать и писать. Умел же он с грехом пополам решать простейшие арифметические задачи, а также делать вид, что он понимает то, что на уроках геометрии и алгебры толкует учитель. Митя даже знал сотню-две латинских и греческих слов и имел некоторое, правда, очень смутное, представление о законах грамматики древних языков. Почему бы не попробовать продвинуть его и дальше? Дразнила мечта. А вдруг окажется, что под этой оболочкой кроется нечто и весьма ценное, скажем, вроде того, чем меня как раз тогда пленил князь Мышкин Достоевского. Митю, видимо, трогало мое внимание, и он перестал меня дичиться. А вскоре он и совсем освоился и стал проявлять черты навязчивости и докучливости. Так у него завелось обыкновение меня провожать из гимназии до самого дома. И мало того, он без особого с моей стороны приглашения следовал за мной и дальше в мой кабинет. Тут он располагался на диване, болтая отчаянно чепуху или предлагая мне самые нелепые вопросы. Во всем этом было нечто жуткое. Но однажды он даже не на шутку напугал меня, так как вдруг вскочил, подошел к камину, схватил один из стоявших на нем бронзовых подсвечников и стал его, с каким-то странным выражением, вертеть в руках, медленно подвигаясь ко мне. Какой-то хитростью я отвлек его внимание в другую сторону и, взяв его под руку, деликатно вынул у него тяжелый предмет. После этого я уже стал определенно бегать от Мити Куламзина, а прислуге был дан строгий наказ его не принимать, если бы он явился невзначай. Еще более курьезный случай запомнился мне в связи с Куламзиным. Жил он не в своей семье, а у какого-то частного лица, взявшегося за его воспитание, вероятно, в надежде, что удастся пробудить в юноше, пребывающий в дремотном состоянии мозг, и тем самым заслужить признательность влиятельного отца. Этот воспитатель относился к Мите гуманно. Тут действовал и контроль нашего доброго Карла Ивановича. Но все же Митя боялся его, как только может бояться дикий звереныш своего укротителя. Получив однажды уж очень плохую отметку, он побоялся вернуться домой, прослонялся весь остальной день по городу и даже ночь провел, уже стояло весеннее тепло, на одной из скамеек, расставленных по Среднему проспекту. Можно себе представить, какой получился переполох и в доме воспитателя, и в доме отца-сановника. И вот, к большому удивлению моего отца, часов около десяти утра, к нему является сам управляющий делами комитета министров в вицмундире, украшенном звездой чуть ли не Андрея Первозванного. Откуда-то ему стало известно, что Митя бывает у меня. Вот он и пожаловал, чтобы лично выяснить вопрос. Получилась довольно комичная сцена. Долгое время папа просто не мог понять, чего от него хочет этот важный, церемонный, совершенно ему незнакомый господин, со своей стороны не решавшийся просто высказать предположение, что его слабоумный сын скрывается у нас. Папа же никогда до того не слыхал имени этого моего товарища. Мало ли юношей тогда бывало у меня. Все они смешивались в папином представлении в одну массу. К счастью, во время этого разговора, начавшего принимать несколько неприятный тон, примчался курьер с новостью, что Митя нашелся, и что он уже водворился обратно к своему воспитателю. Вот из-за этого жалкого мальчика и сам Май и весь педагогический состав были предуведомлены, что на сей раз не следует быть строгими, а напротив рекомендуется проявить особенную снисходительность. Страшный же ревизор-попечитель оказался на страже именно того, как бы экзаменаторы не упустили из виду этого предписания. Именно благодаря Мите Куламзину наши выпускные экзамены прошли с меньшей, нежели обыкновенно тревогой, и никто не провалился. Мы же трое, я, Валечка и Дима, несомненно, сдали бы экзамены и при более строгом отношении. Но, вероятно, мы бы их сдали с меньшим блеском и, натерпевшись, больших мук. Во время письменных испытаний Куламзин старался устроиться позади меня. И то и дело раздавался шепот. Бенуа, Бенуа, у меня ничего не выходит. Скажи, что надо делать? Я на бумажке писал ответ заданной задаче. Бумажка падала на пол, он ее подбирал и в точности списывал то, что на ней стояло. Но не всегда эта процедура удавалась, и на двух письменных экзаменах Куламзин подал лист с одним только списанным с черной доски заданием. А дальше ничего. Сошло и это. Вспоминаю еще. Пока мы не подозревали, что среди нас находится лицо, служащее чем-то вроде громоотвода, мы готовились с величайшим усердием и моментами до полной одури. О том, как Иван Дмитриевич начинял наши головы логарифмами и биномами, я уже рассказал. Но мы и над другими предметами проводили целые дни и часть ночей в зубрежке. Во избежание того, чтобы как-нибудь во время этого не заснуть над учебником, мы собирались вдвоем, втроем, читали и заучивали читанные вслух или предлагали друг другу самые каверзные вопросы. И подумать, все это с таким трудом приобретенное было тут же забыто, а через два месяца мы уже, наверное, провалились бы по тем самым предметам, которые сдали вполне удовлетворительно. Окончание гимназии было отпраздновано у меня по всем традиционным правилам, то есть полуночным пиром при великом поглощении всяких яств и особенно питий, начиная с обязательного пунша. Но я не скажу, чтобы эта оргия оставила бы во мне приятные воспоминания. Правда, мы всячески и в самых бурных тонах старались изобразить нашу радость, правда, мы с неистовством горланили, не будучи еще студентами студенческая гаудамус игитур, правда, мы обнимались и клялись в вечной нерушимой дружеской верности, но все это носило характер чего-то нарочитого, какого-то представления, точно мы все сговорились сыграть какие-то роли из пьесы, к тому же очень глупые и вовсе нам не свойственные. Двое из нас уже были студентами, то были с колонны Калин. Сережа Дягилев на Перу не был. Он по какой-то причине держал государственный экзамен в следующем, 1891 году, и блестяще его выдержал, хотя почти не готовился к нему. Кончилось же пиршество для меня и для Димы плачевно. Мы оба почувствовали себя дурно. Дима тут же изверг все выпитое и съеденное из окна парадной лестницы на наш двор. Меня же Валечка, сам шатаясь, увлек почти в беспамятстве в мою красную комнату, — пир происходил в бывшей чертежной, — и уложил охующего и стонущего на постель. От пьяного усердия он затем так дернул одну из оконных занавесок, на дворе уже настал день, что содрал самый деревянный карниз, на котором она держалась, и вся тяжелая масса с грохотом свалилась на пол, чуть было не задев его самого. На шум прибежала мамочка, вслед за ней папа и прислуги. Я же в ужасных муках метался по кровати и вопил о помощи. Появились ведра, чаши, компрессы, запахло уксусом, одеколоном и крепким кофе. И все же между двумя приступами рвоты я хохотал до слез, глядя, с каким неуклюжим старанием, тоже совсем пьяный нувельчик, исполняя то, что он считал своим дружеским долгом. Только тогда, когда я уже совершенно выпотрошенный заснул, мой верный друг поехал к себе домой, где, весьма вероятно, повторилась подобная же сцена, к великому ужасу величественной Матильды Андреевны. Глава 20. Путешествие по Германии Мои добрые родители не удовольствовались тем, что дали мне возможность устроить сей пир, но они пожелали меня наградить за успешное окончание гимназии, более роскошным образом, снабдив меня средствами, дабы я смог осуществить свою мечту снова побывать за границей. Это была, если и не очень заслуженная, то весьма приятная награда. Я получил возможность увидать в действительности многое из того, что до тех пор знал только по воспроизведениям в книгах и фотографиях. Меня манили грандиозные романские и готические соборы, таинственные замки, сказочные резиденции эпохи Рококо, стриженные сады, полные романтической прелести, старинные города. Но сначала надо было выработать план, куда именно ехать и в каком порядке знакомиться с разными диковинами. Тут я сразу остановился на том, что мне особенно полюбилось благодаря довольно основательному знакомству с немецкой литературой и что я в особенном изобилии встречал в тех прекрасных изданиях, которыми обогатилась за последние два года моя личная библиотека. Наконец, покидая милую майскую гимназию, насыщенную характерно германским духом и какой-то своеобразной уютностью, я захотел еще раз с головой окунуться в ту же атмосферу. При этом я, несмотря на советы родных и друзей, решил ограничиться Германией, включая сюда и германскую Австрию. Напротив, я решительно отказался распространить свою поездку на Францию и на Италию. Правда, то были две родины моих дедов, однако они мне казались в тот момент почему-то более чуждыми и менее заманчивыми. Что же касается до Парижа, то он меня просто пугал. Я и его изучил заочно довольно основательно по всяким изданиям в папиной библиотеке, однако, разделяя в этом предрассудке моих соотечественников, я представлял себе столицу Франции не иначе, как неким пагубным и опасным инферно — адом. Пугала и Италия в целом своими чрезмерными сокровищами. Я ведь не мог бы, побывав во Флоренции, отказаться от Рима и Неаполя, или, заехав в Милан, не отправиться в Падую, Мантою, в родную Венецию. Но на подобные разъезды уже никак не хватило бы ассигнованной суммы. Наконец, и времени до начала занятий в университете, куда я и мои друзья сразу записались, оставалось не так уж много, всего каких-нибудь шесть недель. Итак, отпраздновав 1 июля папин день рождения, последний раз папа его проводил в обществе обожаемой им жены, я второго или третьего отправился в путь. О, как при расставании встревожилась мамочка! Сколько она и папа надавали мне советов! Братья шутливо предостерегали, чтобы я не подпал под шарм хорошеньких немок, а Степанида и на сей раз заливалась горькими слезами и чуть было не причитала, как над покойником. Я же только блаженствовал. Уложив ручной багаж в сетку своего отделения, поставив рядом с собой объемистую корзину со всякой снедью, я удобно внедрился в бархатный диван, взял в руки накануне купленный Дедекер и с видом опытного путешественника стал изучать его планы и карты. В первую очередь надо было, прибыв в Берлин, сходить в бюро путешествий и заказать круговой билет по выбранному маршруту. Этим маршрутом я и занялся, но сразу запутался, ибо слишком разыгралось любопытство, слишком многое захотелось увидать и повсюду побывать. Окончательно установленная программа заключала следующие города. Берлин, Лейпциг, где я навестил своего дорогого друга Володю Кинда, отбывавшего воинскую повинность. Затем через Хёхст и Бамберг я бы проехал в Нюрнберг, откуда через Вёрцбург и Франкфурт на Майнц, там бы снова сел на пароход и совершил классическую поездку по Рейну до Кёльна. Потом снова Майнц и далее Гейдельберг, Штутгарт, Ульм, Мюнхен, Обер, Амнграу. Как раз в том году шли знаменитые страсти господни. Зальцбург, Вена и через Прагу, Дрезден снова Берлин. Обер-Аммер-Гау, баварское селение, где, начиная с 1634 года, по обету данному местными жителями, раз в десять лет разыгрывалась мистерия страстей господних. Наиболее ранний текст относится к 1662 году. Новейшая обработка текста и музыки принадлежит Дайзенбергу и Фельдингу, 1890 год. В период, описываемый Александром Николаевичем Бенуа, мистерия исполнялась в специальном театре, вмещавшем около 4000 зрителей. В игре участвовали более сотни жителей деревни, выступавших в качестве актеров, певцов и статистов. Вместе с тем, уже в эти годы, зрелище начинало принимать характер представления для туристов, собиравшего множество приезжих со всех концов Германии и иностранцев. В специальную задачу входило увидать на этом пути елико возможно больше картин любимых художников с Беклином во главе, услыхать несколько опер Вагнера и вообще побывать в разных прославленных театрах. Наконец, посетить особенно меня интересовавшие места, отчасти потому, что в них живали и творили любимые писатели Гёте, Шиллер, Гоффман, Гриль, Парцер, отчасти потому, что в них разыгрывались сцены особенно меня пленивших романов и пьес. Почти вся эта программа и была выполнена. Лишь от некоторых намеченных городов пришлось отказаться и очень сократить пребывание в других. Тут действовали и соображения времени, и ограниченность средств. Уже в Мюнхене пришлось просить о подкреплении. К тому же, посетив неимоверное количество музеев, церквей, руин, живописных уголков, я довел себя до полного изнеможения и почувствовал настоящее присыщение. Особенно досадно было, что я из-за спешки пробыл всего шесть часов в Бамберге, всего четыре в Вюртсбурге, столько же в Ульме, совсем не заглянул в замок Лихтенштейн, манивший меня благодаря роману Гауфа, и не решился проехать в Омер-Амергау. Имеется в виду роман Лихтенштейн, появившийся в 1826 году. Последний пропуск не помешал мне по возвращении в Петербург с величайшими подробностями и даже с энтузиазмом рассказывать в качестве очевидца про знаменитые религиозные действия, повторяющиеся каждое десятилетие при участии жителей этой горной деревни. Моими рассказами я особенно возбудил зависть Валечки Нувеля. И надо признать, что я до того основательно успел подготовиться к этой мистификации, прочитав несколько брошюр и одну книжку, что я и сам поверил, будто я там побывал, ночевал и даже промок, сидя в театре под открытым небом. В таких хвастливых привираниях, от которых я в те времена еще не отделался, было много глупого ребячества. Впрочем, на самом деле, несмотря на свой очень возмужалый вид, на снова подросшую бороду и на то, что я мнил себя серьезным знатоком искусства, я был во многих отношениях настоящим мальчишкой. Разве не мальчишеством было, например, то, что, попав в Гейдельберг, я обзавелся двумя студенческими фуражками, из которых одна попроще была для каждого дня, а другая парадная, расшитая золотом из буквы В, корпорации Вандалия, в которую записывались русские. Я даже рискнул, напялив ее, пройтись по всему знаменитому университетскому городу, примкнув к какой-то очередной манифестации. В ней же я щеголял несколько раз в Петербурге и на петерговской музыке. Мальчишеством было и то, что я считал своим долгом влезать, по рекомендации Бедекера, на все башни, колокольни и возвышенности, чтобы оттуда любоваться прекрасными далями. Не пропускал я также ни одного паноптикума и ни одной панорамы. Совершенным ребячеством, наконец, было то, что в самом начале своего странствования в Берлине я накупил на 140 марок фотографий, среди них одну большого формата елисейских полей Беклена и его же в игре волн, истратив таким образом сразу одну десятую моего бюджета. Коснусь попутно моих художественных предпочтений и увлечений того времени. Многое в этом может показаться смешным, и от многого я с тех пор отказался, однако я не сказал бы, что все мое тогдашнее восприятие и искусство представляется мне сейчас ложным и таким, за что приходилось бы краснеть. Напротив, именно тогда стал складываться и крепнуть во мне тот фундамент, на котором затем построилось в течение моей долгой жизни все здание моего художественного символа веры. В основе его лежало требование абсолютной искренности. Ничего просто на веру не принималось, все проверялось посредством какого-то инстинкта подлинности. В то же время во мне с особой силой сказывалось отвращение ко всяким проявлениям стадности и велениям моды, к тому, что позже получило кличку снобизма. Все, в чем резко отличалось какое-либо направление как таковое, было мне тоже чуждо и противно. Если же художественное произведение, будь то живопись, скульптура, архитектура, музыка или литература, содержало в себе подлинную непосредственную прелесть поэзии или то, что принято называть душой художника, то это притягивало меня к себе, какому бы направлению оно ни принадлежало. Требовалось еще и наличность мастерства. Всякий дилетантизм был мне особенно ненавистен. Отчасти от того, что я в собственном творчестве не без основания усматривал значительную долю любительства, я был невысокого мнения о нем. Своими взглядами я постепенно заразил своих товарищей. В моей сравнительной зрелости и уверенности находилась и причина моего воздействия на них. Я оказался в отношении их в роли какого-то ментора и вождя. Впоследствии и орган нашей группы Мир Искусства получил определенное отражение именно моего кредо, иначе говоря, самого широкого, но отнюдь не холодного, рассудочного и еще меньше модного эклектизма. Иногда такое восприятие приводило меня к ошибкам, к увлечению чем-либо недостойным или к отвержению явлений неизмеримо более значительных, нежели то, чем в данный момент я увлекался. Но иначе не могло быть в двадцатилетнем юноше и как-никак провинциале. Ведь художественный Петербург того времени представлял собой нечто во многом весьма отсталое. Прибавлю тут же, что некоторые из этих ошибок были и благотворны. Через всякие такие отклонения и блуждания лежал путь к свету. И этот свет казался тем ярче, чем темнее были иные из этих ведших к нему заковулков. Если теперь попробовать установить какой-то перечень моих увлечений в начале девяностых годов, и в частности в эпоху моего первого самостоятельного путешествия по Европе, то нужно подчеркнуть среди современников иностранцев имена Беклина, Менцеля, Ленбаха, Кнауса. Среди художников более отдаленных во времени я особенно выделял немецких романтиков Швинда, Людвига Рихтера, Ретеля, отчасти Шнорра и Шинкеля. Кроме того, на меня большое впечатление произвели в Берлинской национальной галерее и картины поздних романтиков Генненберга и Гертериха. Великой моей симпатией пользовались также английские прерафаэлиты. Менее всего Росетти, более всего Миллис и Хант, а также Тернер и вся его школа. Среди французов я продолжал нежно любить классиков начала девятнадцатого века Давида, Жероде, Прюдона, Жерара, Энгра. Из позднейших мастеров я продолжал питать особенный интерес к историческим картинам Поля Делароша и ему подобных. И меня все еще коробил моя большая вина Делакруа. В чрезвычайной степени меня пленили всякие рисовальщики Гюстав Доре, Домье, Гранвиль, Деверия и такие колористые виртуозы, как Декан, Изабе, Лепоатвен и Лами. Любовался я, разумеется, в фотографиях и теми мастерами, которые в восьмидесятых и в девяностых годах перед лицом всего мира представляли славную французскую школу. То были Анри Рено, Лоранц, Бонна, Мейсонье, Жером, а также целые плеяды звезд второй и третьей величины. Пределом смелости в эти годы считалось признавать за нечто значительное искусство Альбера Бенара. Если же покажется странным, что я здесь не упомянул ни Моне, ни Монне, ни Дега, ни Ренуара, то ведь о них я в те годы просто не имел и ни я один ни малейшего представления. Об этих импрессионистах заговорили только после появления романа Золя «Творчество». Но и этот роман познакомил только с теориями и с принципами новой французской школы. Самые же произведения их даже в репродукциях знал лишь самый тесный круг в Париже. Потребовался мировой успех книги Мутера «Истории живописи» в XIX веке, вышедшей по-немецки в 1893 году, чтобы названные художники получили бы более широкую известность. Особенную пользу мне принесло во время путешествия в 1890 году посещение двух картинных галерей Берлинского старого музея и Мюнхенской старой Пинакотеки. И не только самый осмотр их, но и то, что при изучении их я пользовался теми толковыми путеводителями, которые за год или за два до того были изданы Георгом Гиртом. Я познакомился с этими книжками еще в Петербурге, я их уже там основательно изучил и почти все сказанное в них запомнил, и теперь при обзоре самих коллекций меня как бы сопровождал какой-то удивительно тонкий и толковый комментатор, точнее такой же любитель прекрасного, каким был я, но несравненно более сведущий. В некоторых своих частях эти чичеронины не устарели, немецкая художественная наука сделала с тех пор столько открытий, столько исправила ошибок, однако для тех времен, о которых я рассказываю, это было, что называется, последним словом, к тому же изложенным без всякого педантизма, необычайно просто и убедительно. Я благодарил судьбу, что они достались мне в руки так необычайно кстати. На примерах, что содержат оба эти прекрасных музея, я и вступил в своем изучении старой живописи на путь, с которого я уже затем не сходил. Тогда обозначились мои главные симпатии, мои главные мерила. Изучая эти две книжки, а также монументальный увраж, «История культуры в картинках», который я приобрел в конце 1888 года, я заочно преисполнился своего рода пиететом к их издателю, мюнхенцу Георгу Гирту. Вот почему, попав в Мюнхен, я счел своим долгом отправиться к нему на поклон. Это посещение представляло для меня великие соблазны потому, что я знал по репродукциям, что дом Гирта представляет собой настоящий музей прикладного художества. Гирт принял меня, совершенно незнакомого юношу, с удивившим меня вниманием, и сразу стал развивать мне свою теорию художественного воспитания, находившуюся в полном противоречии с академической. Он как раз тогда готовил книгу, в которой, как на образец достойной подражания, указывал на гравюры и рисунки японцев. Вслед за тем он провел меня по всем комнатам своего трехэтажного особняка, построенного у самых пропелей, под личным его гирта руководством. Пропелеи, триумфальные ворота с классическим портиком и двумя фланкирующими башнями, сооруженные в 1846-60 годах архитектором Кленце 1784-1864. Несметные коллекции были сгруппированы в прелестных декоративных подборах, и немало среди них было вещей, которым могли бы позавидовать и первоклассные музеи. В то же время многие редкостные вещи продолжали служить своему назначению. Особенно мне запомнились комнаты, посвященные немецкому барокко и рококо. Все это гирт, несколько угрюмый с виду, уже не молодой господин с черными усами, показывал, сопровождая демонстрации пространными и интереснейшими пояснениями, давая мне в руки самые вещи, особенно фарфоровые статуэтки и итальянские бронзы, обращая внимание на их глазурь, раскраску, патину, а также на грацию и жизненность их поз и жестов. Визит мой затянулся часа на три, и я покинул гирта в состоянии какого-то восторженного опьянения. Я уже говорил выше, что во мне жила, доставшаяся мне по наследству от деда Кавоса, склонность к собирательству, но после посещения гирта меня стала преследовать мечта о том, чтобы со временем обзавестись самому таким домашним музеем и жить в нем. Лично мне так и не удалось осуществить вполне эту мечту. Того не позволили ни мои средства, ни моя непоседливая жизнь, ни в особенности внешние обстоятельства мирового значения. Однако, скольких я заразил ею, сколько у меня одно время было богатых друзей, которые старались устроиться по-гиртовски, не имея никакого понятия о самом гирте. Впрочем, как раз сам гирт через несколько лет разочаровался в собирательстве и пустил все содержимое своего дома с молотка. Каталог его знаменитой распродажи занимает несколько томов. Из других особенно сильных впечатлений, полученных во время моего путешествия, отмечу еще те, которые я испытал в германском музее в Нюрнберге. Музей был только что тогда отстроен. В основе его лежал средневековый монастырь. И коллекции были расположены частью по капитулярным залам, галереям и переходам, частью по заново построенным помещениям. Последние оказались рядом с подлинно старинными несколько новенькими и чистенькими. Зато некоторые дворики, в последующие времена перестроенные или запущенные, поразили меня своей поэтической затейливостью. И в этом богатейшем музее, а также в Гейдельберге, я снова разорился на фотографии. Накупая их, я заранее радовался тому, как я буду показывать их в Петербурге, как буду просвещать с их помощью друзей, какое одобрение я встречу со стороны дяди Миша Кавоса. Вернувшись в Освоясе, я поспешил наклеить эти сокровища по специально заказанным альбомам большого формата. И на этих фотографиях затем действительно учились и Костя Сомов, и Валечка Нувель, и Бакст, и Оболон Сере, и Дима Философов, и Сережа Дягилев. К сожалению, громоздкость этих альбомов не позволила мне взять их с собой в эмиграцию. И что с ними сделалось, кому они бесхозные достались, я не ведаю. Так же, как я не знаю, что вообще сталось с моими коллекциями, картинами, книгами, брошенными на произвол судьбы. Продолжают ли эти сокровища служить своему благородному назначению, или все пошло прахом? В 1923 и 1924 годах Бенуа, в то время заведовавший картинной галереей Эрмитажи, дважды направлялся в командировки во Францию и Германию для ознакомления с новейшими достижениями музейного дела и искусства, проведя за границей в общей сложности более двух лет. В октябре 1926 года Александр Николаевич Бенуа вновь был командирован, но на этот раз за свой счет для устройства своей персональной выставки во Франции. Из этой поездки Бенуа не возвратился. Однако должность заведующего картинной галереей оставалась за ним вплоть до 17 октября 1930 года. Смотрите личное дело Александра Николаевича Бенуа в архиве государственного Эрмитажа. Все эти годы в квартире Александра Николаевича Бенуа сохранялась его библиотека, архив и огромное количество художественных произведений, фотографий и репродукций. В 1932-33 годах все эти ценности, среди них более 50 работ маслом, около 5500 23 папки рисунков акварелей и гуашей, около 40 связок с рукописями, более 270 папок с репродукциями и тому подобное были переданы в русский музей, где находятся и поныне. Репродукции с произведений иностранных мастеров переданы в музей академии художеств, подлинные вещи в государственный Эрмитаж.